Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Я хочу представить слово председателю Координационного Совета Некоммерческой Организации Садовнику Василию Андреевичу. Добрый день, добрый день, уважаемые друзья. Координационный Совет приветствует всех участников нашей конференции. Такую форму, такую конференцию. За последние годы впервые. И что она именно проводится в этом зале, в этом помещении, в Центральном музее Великой Отечественной войны. В 1941-1945 годах, который вывлечивает и воскрешает памяти погибших героев Великой Отечественной войны, обстоявших свободу независимого Советского Союза и, естественно, России. И второе, что, почему именно мы здесь проводим, здесь видны уроки, те, которые не учил правительство, не учил народ, подготовки к защите своего Отечества. Ведь патриотизм – это любовь, патриот – это любитель отчизны. А патриотизм – это любовь к своей отчизне, готовность защитить свою родину, защитить свою семью. Сегодня такая остановка в России, в мире, в окружающих молодых, кавычках, государствах, окружающих, находящихся в составе ВСНГ, ВДКБ. Россия очень сложная. Да и в мире она непростая. Делать экскурс сейчас в те санкции, которые постоянно сжимаются вокруг России. Россия находит выход, несмотря на эти сложности, сложившиеся ситуации, в вопросах экономики и так далее. Образованы страны БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия и другие государства, которые пытаются не допустить давления гегемона Соединенных Штатов Америки. В вопросах патриотического воспитания сейчас нам очень, как никогда, сложно. По той простой причине, что система патриотического воспитания была разрушена, разрушить легко. Система образования в Москве, наверное, в России вышла на самостоятельный путь. Вопросы воспитания практически, если не игнорируют, то умышленно забывают. Ярким примером тому является второй съезд, который прошел в августе на Воробьевых горах. Съезд учителей Москвы. Кроме денег, руководство Департамента образования Москвы и по Хвалевым адрес руководства, если раньше были школы, то сейчас уже некие комплексы по зарабатыванию денег. Ну, вы знаете, что результатом такого перехода в том, что заплатное обучение продленки, даже было выступление родителей и учителей. Это хороший сигнал. В настоящий момент, именно вот в этом месяце, сегодня проходит семинар в Малом Зале. Мы проводим конференцию. 24-го числа этого месяца наш Московский Дом общественных объединений при Комтете общественной связи провел семинар на логичную тему. 3-го числа Общественная палата Российской Федерации проводит круглый стол. 5-го, 3-го декабря. 5-го декабря Министерство обороны проводит конференцию в культурном центре вооруженных сил. Это не случайно. На заседании Совета Безопасности президент России Владимир Владимирович Путь поставил два главнейших вопроса. Средний и сердцевинный вопрос, кроме безопасности государства, обороны. И третий вопрос, это пересмотр политики, иммиграционной политики в отношении России. Решаги вы уже видите по телевизору, средствам массовых прав. Поставил вопрос ребром работы с молодежью. Это отранно. Но та ситуация, которая существует, она непростая. И я считаю, что образованный 19 июня Корректор Центра Совета общественных объединений, некоммерческих организаций, молодежных квадратов города Москвы вовремя, и мы стараемся поднимать эти вопросы, обсудить на сегодняшней конференции. Будут выступающие, мы просим, а затем будет работа. К сожалению, только в трех секциях, он уже один уходит из секции, завалил. У меня убедительная просьба ко всем. Не стесняйтесь давать свои предложения. Естественно, ссылки на факты, на законы, которые существуют. Ну и последний такой маленький штрих. Мы пригласили двух депутатов Государственной Думы. Это депутат Государственной Думы, руководителя аналогичной комиссии по атлетическому воспитанию, президенте Российской Федерации, Водолазко Виктор Петрович. Проигнорировали, никого нет. Мы пригласили курирующего вопрос по атлетическому воспитанию в городе Москве депутата Государственной Думы, советника мэра Москвы, Ресина Владимира Иосифовича. Он откликнулся, и сегодня от него человек будет выступать. Он находится в командировке, и он направил нам такое пожелание, поздравление, если вы позвольте, я зачитаю. Получил вашу информацию о проанализуемой конференции, потому что практической конференции по ватлетическому воспитанию молодежи, которая состоится 28 ноября на поклонной горе в Москве, и приглашение принять участие. К сожалению, буду находиться в командировке. По моему поручению, по указанным предметам, выступит Амельченко. Желаю организаторам и всем участникам предстоящей конференции успехов в этой важной и своевременной работе в ватлетическом воспитании наших граждан, особенно молодежи. Мы также пригласили 6 депутатов, всех председателей комиссии Московской городской думы. Откликнулась Инна Юрьевна Светенко, которая на мероприятии находится в 12 часов, где-то через минут 45-50 она будет обещала выступить. Я желаю нашим выступающим, всем участникам конференции плодотворно-конструктивной работы. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, Василий Андреевич. Расскажите представить слово Герою России, заместителю директора Московского дома общественных организаций, председенту и президенту Куба Героев России, Севкова Сергеевича. Вячеслава Владимировича. Разобрались. Слава Владимировича. Разобрались, да. Ну вот, чтобы было четкое понимание, что у нас есть общественные организации героев в Москве. Многие вот обращаются. Мы сейчас вот работаем в преддверии Дня Героев Отечества, который 9 декабря будет отмечаться. Потому что героика патриотического воспитания, как часть общего патриотического воспитания, она представляет тоже собой, можно сказать, такую серьезную составляющую на подвигах героев, когда детям рассказывают, встречаются между героями. Это, конечно, большой положительный эффект имеет. Так вот, у нас в Москве есть клуб героев Москвы и Московской области, который свою структуру имеет во всех административных округах. Есть нам старшие у нас. И вот мы сейчас работу проводим большую через Московский дом общественных организаций, чтобы у нас руководители территориальных отделений, они знали руководителей героев в административных округах, и чтобы организовывали в этом направлении работу. Ну, так вот сложилось, что такая возможность. И раньше работали, но я думаю, что сейчас более целенаправленно, более организованно, что ли, надо работать. Почему? Потому что мы сейчас вот прекрасно понимаем, даже вот сегодня взять, у нас здесь, в Центральном музее Великой Отечественной войны, проходят мероприятия, здесь наша новая социальная конференция. В Малом зале проходит всероссийская конференция, несколько тема другая, но вопросы патриотического испытания там тоже звучат. И многие те люди, которые хотелось бы здесь видеть, и они хотели здесь поработать, но я думаю, что попозже они подойдут сюда, будут тоже здесь работать. Это прежде всего наши люди, которые давно занимаются общественной работой. У них есть интереснейшие проекты, они представляют и общественную палату нашего города Москвы, есть и представители департамента образования непосредственно при департаменте образования и Центра военно-патриотического гражданского испытания, которые тоже ведут большую работу в этом направлении, тоже вот они должны были здесь принять участие. Вот у нас как-то немножко получается, что проводим мероприятие и замечательные совершенно цели ставим, а организационно у нас не всегда получается. Поэтому для нас одно из важнейших, наверное, вот я обращусь к Игору Леонидовичу и Василию Андреевичу, с тем, чтобы, имея колоссальный потенциал патриотического испытания, чтобы мы как-то более так организованно все проводили. И говоря теперь о нашей сегодняшней конференции, мне очень приятно здесь находиться. Почему? Потому что и вот в этой резолюции я почитал уже отдельные вопросы, которые мы обсуждали буквально в понедельник, в начале этой недели, у нас в основном и общественных организациях у нас проходил семинар, который как раз был направлен на то, что мы и собрали людей, руководителей патриотических наших клубов, объединений и специалистов в этой области, которые как раз нам и много и теории, и практических вопросов раскрыли. И у нас такой посыл очень хороший был в понедельник, он сейчас продолжается, я надеюсь, что он будет и дальше у нас только набирать обороты, и мы будем еще собираться. Я думаю, что 9 декабря мы дим герой фактически, когда пройдет, когда сейчас, и 5 декабря будет тоже большой праздник для города. 5 декабря мы отмечаем начало наступления советских войск против фашистских войск в битве под войской. И вот эти мероприятия пройдут, и мы обязательно соберемся, подведем итоги, и будем последующие шаги обсуждать, сообщать, это все будем решать. Говоря об этом празднике, я хочу сказать, мы все как бы патриоты своего города, и должны знать, что у нас законом определено всего лишь 4 городских праздника. 4 городских праздника. Для информации я уже один назвал. День города – это еще один городской праздник, который у нас отмечается. Вторая, первая суббота, сентября месяц. И еще два праздника – это день флага, герба города Москвы, в мае месяц отмечается. И еще один праздник – это праздник тоже в законе у нас закреплен, это день Московского государственного университета, так называемый Татьяне. Вот 4 праздника у нас, городских, которые определены законом. И эти даты, наверняка, те, кто занимается патриотикой, должны особо в своих планах отмечать. Ну и перейдя у нас в ленарное заседание, мы, конечно, в первую очередь будем обращать внимание на резолюцию, которую здесь будем принимать, потому что резолюция – это какой-то документ, который в дальнейшем послужит нам для работы. Хотелось бы повнимательнее отнестись к нему, потому что я здесь вот продержал. Есть такие моменты, особенно это касается третьего раздела, пункт 3.3, не совсем как бы надо бы подумать на него, себе посмотрите, я что имел в виду, что мы не можем диртовать условия, чтобы организм исполнительного власти принимали документ, свидетельство, участие и так далее. Это вопрос такой, нужно так вот подумать об этом. Ну как это сделает? Это просто резолюция, я считаю, что не особо это правильно, наверное, на правительстве. Или обратиться в Московскую городскую дому с инициативой рассмотрения закона, либо в ведомственном парке о патриотическом воспитании города Москвы, но это звучит несколько безграмотно. Почему? Потому что у нас вот этими законопроектами, законодательными инициативами выступают исполнительные органы власти, и в первую очередь по опыту, то есть те срочные программы, которые в Москве принимались по патриотическому воспитанию молодежи, и вот сейчас клан по патриотическому воспитанию, это разрабатывается у нас, был сначала разрабатывал программный департамент образования, но он разрабатывал для молодежи. Сейчас программа созвучная с тем, что государственная программа воспитания граждан, разрабатывается у нас программа населения, воспитания патриотического воспитания, населения города Москвы, и это как бы прерогатива комитета общественных связей. Это правильно, это ближе, потому что законопроект, если, допустим, закон об общественной палате принимался в городе Москве, он разработан был и в комитете, и с привлечением общественности. Я думаю, что прежде всего нам нужно этот закон организовать, исполнение прежде всего себя. Обращаться в московскую городскую, это не совсем логично. Я это пока свое мнение высказываю, почему? Потому что с тем, чтобы на заседаниях, уже когда по секции будем работать, чтобы вы тоже обратили внимание на такие подходы, чтобы мы не просто на эмоциях, а так грамотно выстраивали свою работу. Это нам принесет определенный успех. Ну и обратиться в газету «Комсомольской правды» и другие связи с просьбой объединения постоянных рубрик в патриотическом воспитании. Обратиться можно, но вы понимаете, это тоже вопрос. Сколько мы принимали участия во всех форумах, которые в ветеранской общественности проводятся, и так далее, всегда в камень бросают средства массовой информации, что там слабо освещают, и так далее, и так далее. Этот вопрос, я думаю, что нам нужно тоже продумать грамотно. Как нам нужно сделать с тем, чтобы вопросы патриотического воспитания, они и освещали средства массовой информации, но важнейший это вопрос, чтобы было интересно. Вот на чем нам надо все работать, чтобы, как вот бывает в газете, да, на подсветной странице Дума, туда вот работать. Никто не читает ее, а только вот анекдоты, что там написано, это кому-то интересно. А вот здесь вот нужно так вот тоже вот выставить, чтобы это было на самом деле интересно. Потому что достаточно много сейчас уже изданий у нас выходят, но эти издания не всегда, они доходят к тому, кого они касаются. Или просто они, как бы, не представляют определенного интереса для того, чтобы их вычитать. Поэтому мне, конечно, хотелось бы очень, чтобы на этом внимание обратили. Ну и так как я сейчас представляю и Московский дом общественных организаций, и Геройское сообщество, по линии Московского дом общественных организаций, хочу сказать, что мы сейчас вот с уважаемым маленьким коллегами, которые реально находятся, мы же эту работу начали проводить, и будем проводить, и не остановимся. В обязательном порядке мы понимаем прекрасно, что у нас должно произойти объединение, слияние всех усилий. Мы работу большую совместно с департаментом образования проводим, в первую очередь, это Центр военно-патриотического воспитания. И Геройское наше сообщество уже более 10 лет, начиная с 2001 года, мы проводим конкурс патриотической работы среди окружных управлений образования на лучшую организацию патриотической работы. И 3 декабря здесь, на Бакуина-горе, в торжественной обстановке, мы будем награждать победителей. Ну, здесь оценивается в системе образования, сейчас оценивается образовательное учреждение, и департамент образования принято решение, тоже считаю, что это очень правильно. Школа лучшая, которую оценили сначала, в административных округах прошел смотр, как там организуют школы, а это наши дети, они в любом случае. Со школы пришел в патриотическое какое-то объединение, общественное объединение. То есть это то же самое, оценка происходит, там есть определенные критерии. Но что я хочу сказать, что сейчас победитель, борьба его серьезная за тем, чтобы признать. Первое место, которое занимает, получает 6 миллионов рублей, за второе место 4 миллиона, это третье место 3 миллиона, это уже на то, чтобы вот эта патриотическая работа, она вот продолжала развиваться. Я-то я считаю, что направление в наших условиях, это очень важно, очень правильно, мы будем тоже так вот устраивать свою работу. В этом направлении меня. Спасибо. Вопросы будут? Да, если, давайте, наверное, так, у кого будут вопросы, уважаемые коллеги, записочки направляйте, вот, чтобы мы могли ориентироваться. И давайте приступим к заслушиванию основных докладов. Ну, рекламент у нас, он тоже в программке предлагается, доклады до 20 минут и выступления до 10 минут. Будем экономить время, потому что желающих, как бы, выступить у нас хватает. Слово для доклада. Основные работы Министерства обороны России по военно-петербургам и воспитанию представляется полковнику запаса Филимонову Сергею Александровичу. Управление по работе с личным составом. Тема моя обозначена на слайде. Уважаемые товарищи, мы все прекрасно понимаем, особенно сегодня, что патриотизм, это не только нравственная категория. Примеры множества воинов и единственного народа, который дает нам наша отечественная история, сохранение и приумножение славных традиций старших поколений, историческая справедливость является реальным фактором укрепления национальной безопасности государства. Боевой дух уроженных сил держится на традициях, на живой связи с историей, например, героизма. Министерство обороны Российской Федерации принимает участие в реализации военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации в рамках государственной программы патриотического воспитания граждан на 2011-2015 годы, региональных программ патриотического воспитания и соглашений между органами государственной безопасности власти субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями и воинскими частями. Минобороны принимает участие в 41-м мероприятии государственной программы, в 15-м из которых является головной. Ряд основных мероприятий, которые были проведены в 2013-м и 2014-м годах, представлены на слайдах. Так, например, проведены мероприятия, посвященные 70-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск, битвы под Москвой, Сталинградской и Курской битвы, полного освобождения города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. На двух последующих слайдах показан комплекс мероприятий в связи с 73-м победой Сталинградской и Курской битвы. Издан исторический труд, Великая Отечественная война, мифы и факты. В 2015-м году будет завершено издание военного словаря команды вооруженных сил СССР Великой Отечественной войны. Командиры дивизии в пяти томах и краткого биографического словаря герои Советского Союза в двух томах. Из предстоящих программных мероприятий хочу выделить конференцию «Патриотизм. Духовный потенциал. Великой Победы», которая состоится 5 декабря 2014 года в Культурном центре вооруженных сил Российской Федерации. Уважаемые коллеги, только что поступила информация, я не мог ее обозначить на слайде. Если у кого-то будет желание принять участие в проведении конференции, пожалуйста, можно подать заявку на электронную почту. Она очень простая, ватинскими буквами OOO-MORF. «Собака. Мэйл. Ру». Или подойти ко мне. Учреждение Минобороны, Центральное учреждение культуры военных округов, объединений, соединений и воинских частей, которые участвуют в патриотическом воспитании, представлено на слайдах номер 7 и 8. Уважаемые коллеги, много предстоит сделать в канун празднования 70-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Готовится публикация военных средств массовой информации, материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, а также всероссийский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печапах СМИ, тем патриотическом воспитании. Спасибо. Готовятся тематические выставки работ в студии военных художников имени Грекова, посвященные историческим датам Великой Отечественной войны. Спланированы выступления академического ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александрова в городах героев и городах воинской славы, а также в ряде городах Европы, освобожденных советскими войсками и многое другое. Для выполнения этих задач используется потенциал учреждений культуры Минобороны России. Важнейшей составляющей сохранения памяти о погибших героях войны является развитие поисковой деятельности. В апреле 2007 года в Западном военном округе создан отдельный поисковый батальон, силами которого найдено и с честью захоронено около 6 тысяч останков погибших воинов. Установлено свыше 400 солдатских имен, обнаружено и уничтожено свыше 7 тысяч взрывчатых предметов, тысячи из вооружения утилизированы. В Южном военном округе в 2012-2012 годах проводилась героика-патриотическая акция с привлечением личного состава горных бригад по поиску и перезахоронению останков советских воинов, погибших на Эльбрусе в 1942-1943 годах. Работа по выявлению неизвестных героев войны, восстановлению их имен и передачи семьи погибших ветеранов на град, не полученных ранее, продолжается. Отмечу, что система военно-патриотической работы объединяет усилия государственных органов власти, силовых структур, ДСА, образовательных учреждений и центров подготовки к военной службе, ветеранских, молодежных и детских объединений. Нормативная правая база, определяющая взаимодействие указанных структур, в основном сформирована. Определены меры государственной поддержки общественных организаций. Большинство населения нашей страны воспринимает вооруженные силы как главный институт государства в сфере военно-патриотического воспитания. Это накладывает на нас особую ответственность и ко многому обязанность. Проводимая нами работа должна способствовать формированию молодежи, мировоззрения, нравственных идеалов, норм поведения, присущих гражданину-патриотов. Начинается эта работа уже с юных лет. Система образования и воспитания в суворовских военных и нахимовском военно-морском училищах предусматривает обязательные военно-патриотические мероприятия. Аналогичная система действует в кадетских и казачьих корпусах. Библиотеки воинских частей, военно-учебных заведений, в суворовских и кадетских училищах комплектуются книгами на военно-патриотическую тематику, в том числе и с сеть на политико-патриотическую литературу. В видеотеке воинских частей пополняются фильмами патриотического содержания из серии 100 кинофильмов для военнослужащих армий и флота. В целях военно-патриотического воспитания армейской молодежи к формированию военно-исторических знаний подготовлен адрес справочник «Краткая история российской армии». Он предназначен для начального уровня военно-исторической подготовки и позволит приобщить к изучению военной истории военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и призыву суворовцев и кадетиками. Большие резервы мы видим в совершенствовании военно-патриотического воспитания через активизацию военно-шерстного оборота. 15 октября этого года министром обороны Российской Федерации подписан приказ номер 745 о подтверждении порядка взаимодействия органов военного управления, соединений воинских частей и организаций вооруженных сил Российской Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Помимо традиционных форм военно-шерстской работы, уроки мужества, вне открытых дверей, планируются новые, более масштабные. Рассматриваются вопросы проведения на базе воинских частей молодежных форумов, по примеру всем известного Сильгера, но с акцентом на военно-патриотическую тематику. Военно-патриотическое воспитание тесно связано с историческими боевыми традициями. В вооруженных силах возрождаются исторические номинования прославленных соединений и воинских частей прошлого времени. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне Почетные номинования получат более 100 соединений воинских частей и военно-учебных заведений. В последние годы получила новый импульс еще одна воинская традиция зачисления павших героев в списке воинских частей навечно. В русской армии, начиная с 1840-го по 1917-й годы, навечно зачислено было 10 человек. Первым был участник Кавказской войны, рядовой Архип Косиков, который в марте 1840-го года в условиях неравного боя взорвал себя в поле без спорта вместе с противником. В вооруженных силах СССР с 1918 по 1991 годы было зачислено 412 человек. В период Великой Отечественной войны наличь не зачислено в списке воинских частей 357 героев Советского Союза. Первым был Александр Матросов. В вооруженных силах России с 1992 года в списке воинских частей навечно зачислено 167 человек. В 2013-2014 годах в ряде регионов закрепилась положительная динамика функционирования в летнее время обороны спортивных лагерей, проведение военных патриотических игр, заряд, зарядница, победа. Целому ряду субъектов Российской Федерации была оказана помощь в организации проведения патриотерапии. При активной поддержке руководства субъектов Российской Федерации органов местного самоуправления ежегодно проводится в различных регионах страны всероссийская младежно-патриотическая акция «День призывника». С планированием проводится комплекс мероприятий по комплектованию воинских частей и кораблей, призывниками и субъектов Российской Федерации, с которыми установлены шерстские связи. Несколько слов о проектах в области военно-патриотического воспитания. В соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации в городе Кубинки, Одинцовского района Московской области, развёрнуты работы по строительству военно-патриотического парка культуры и отдыха вооружённых сил Российской Федерации «Патриот». Проект масштабный и перспективный. В нём предусмотрено функционирование спортивных сооружений, исторических площадок, экспозиции образцов вооружений военной техники, водная зона, концертная площадка, детские аттракционы и компьютерные симуляторы. Любой желающий сможет не только посмотреть на музейные экспонаты, но и прыгнуть с парашютом, произвести стрельки из различных видов боевого оружия, полетать, поездить на военной технике, возродить дух массовости – вот основная задача проекта. Сегодня в вооружённых силах на особом внимании находятся вопросы состязательности. Летом этого года в городе Герой Минске состоялся международный конкурс «Воин садушества» среди рядовых сержантов контракта службы вооружённых сил государств СНГ. Предварительно был проведён российский этап конкурса, в котором приняли участие военнослужащих всех видов и родов войск, в соревнованиях, в том числе, в принимании участия девушки. На подмосковном полигоне Алабина прошёл чемпионат мира «Танковый бетон-2014», в котором приняли участие команда из 12 стран. Министерство обороны сделало всё, чтобы сделать этот чемпионат зрелищным, красочным, увлекательным, интересным для молодёжек. В развитии этой идеи в 2015 году планируется провести международные армейские игры, на которых будут соревноваться представители всех видов и родов вооружённых сил ряда государств ближнего и дальнего зарубежья. На ряду с танковым бетоном будут проведены состязания натострелковых взводов «Суворовский нафест», лётных экипажей «Авентарцы», экипажей кораблей «Кубок Каспия», подразделений морской пехоты «Балтийская Дерми». Схема проведения перемещения участников, представящих игр, показана на слайде. В соревнованиях также примут участие десантные взвода, артиллерийские и миномётные расчёты, стерки-смильчики, понтонно-переправочные роты, инженерно-сапёрные подразделения, экипажи разведки РХБЗ, радиационной, химической и биологической защиты, разведгруппы Восьмовой разведки. Соревнования пройдут в Московской, Воронежской, Владимирской, Костровской, Новосибирской, Ярославской областях, Краснодарском крае, а также в районе городов Астрахань и Балтийской. Подводя итоги своего выступления, хочу сказать, что Главное управление по работе с личным составом Боруссии Российской Федерации готово к совместному работе по реализации конструктивных проектов военно-патриотической направленности. Спасибо за внимание. Уважаемые товарищи, я думаю, короткое, но такое очень ёмкое и содержательное выступление, признательное. Сергей Леонидович, не уходите, у меня маленький вопрос. Когда планируется контрольный пункт подкурит, правильно, да? Да. Когда планируется вести строение? Конкретно сроки... В сроки, пока я вам сказал не могу, выделены средства, набирается штат уже, ведутся там работники, кто-то там был уже, попасть могут и может быть дальше. Если можно текст выступления, мы собираемся опубликовать, издавать, рекомендации. Хорошо, я сейчас посмотрю, через выступление стану. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый докладчик в пути. Нет, он на соседнем семинаре выступает. А, он теперь не закончил. Он здесь выступает. Понятно, понятно. Тогда мы движемся с вами по нашей программе. И вот депутата Государственной Думы, советника мэра, значит, Ресина Владимировича выступит в сообщении. Его помощник Омельченко Сергей Диамидович. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, позвольте прежде всего поблагодарить оргкомитет конференции за возможность высказать некоторые соображения по проблемам патриотического воспитания молодежи. Хочу сказать также, что сама тема и время, и место проведения конференции действительно очень продумано. И это приятно, потому что действительно вопросы патриотического воспитания молодежи, вопросы патриотического воспитания граждан сегодня выходят на первый план, потому что очень важно и в первую очередь сегодня в нашей стране заниматься этими делами. патриотизм, как неотъемлемая, непременная составляющая духовной жизни общества, является одним из основных признаков духовного здоровья нации. И сегодня, когда обстановка в целом в стране не очень хорошая, важно, значит, уделять внимание вопросам о воспитании молодежи, потому что Родина у нас это духовное пространство нации, и человек без Родины как дерево без почвы. Так было, так есть, и я думаю, будет всегда. И поэтому не случайно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в одном из своих останий заявил, что патриотизм это та платформа, на которой может объединиться все общество, поскольку патриотизм является естественным чувством для любого здорового общества, для любого гражданина России. Ну, мы все с вами знаем, что патриотизм всегда в России был очень важным моментом, и в русском национальном сознании понятие патриотизма заключалось в готовности положить жизнь за Отечество, и во времена Петра I патриотизм считался выше всех добродетелей и практически был государственной российской идеологией. Также был распространен гражданский патриотизм, который не имел ничего общества ни с ксенофобией, ни с антисемитизмом, ни с этническим национализмом. Ну, а те, кто родился и вырос в Советском Союзе, помнят, что патриотизм был в СССР органической, неотъемлемой частью создания большинства советских людей. И это подтвердилось в ходе Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе нашей Родины. Народ на фронте и в тылу проявил небывалый по силе патриотизм, который и явился основой для духовного превосходства нашего советского российского народа над фашистской Германией. И сегодня, вот уже в поступлении моих коллег, мы видим, что и последние десятилетия России вопрос патриотизма стали активно развиваться во всех сферах нашего общества. С другой стороны, все мы знаем, что патриотизма не возникает сам по себе, и его нельзя насадить просто помимо воли людей. Поэтому вопрос патриотического воспитания граждан, особенно молодежи, становится сегодня крайне востребованным, тем более, что они должны сообразовываться и учитывать личные представления каждого человека о его месте, о его восприятии нашей страны, нашей Родины. И здесь, в результате сегодня в выступлении говорилось, что в принципе на последнее десятилетие в стране действует и развивается система взаимодействия федеральных, региональных, местных органов власти, учебных заведений всех уровней, различного рода общественных организаций, религиозных объединений, учреждений культуры, семьи, трудовых и воинских коллективов. Предстоятель Министерства обороны сейчас поступал в средств массовой информации. То есть действует, вроде бы все у нас в этом плане организовано хорошо, то есть и государственные органы вовлечены в эту работу, и общественные государственные органы, и общественные. И те хорошие моменты, которые были прежде в Советском Союзе, и, значит, развиваются, и совершенствуются, и, значит, по воспитанию молодежи, здесь вот сейчас говорили о том, что созданы кадетские, казацкие классы, особенно вот мы видим в Москве кадетские классы организуются, и больше внимания этому стало уделяться. ДОСАВ у нас тоже сейчас развивается достаточно активно, и это очень приятно, потому что очень важно для военно-патриотического воспитания молодежи. И результаты, как вы в Думе занимаетесь этими вопросами, результаты, в общем-то, видно, сейчас молодые граждане стали более активными и стали больше уделять интерес к истории нашей Родины. Интересно, в конце прошлого года Левандо-Центр обнародовал результат с его социологическим исследованием по мнению граждан по вопросу, что значит революция. И были получены следующие ответы. Любить свою страну. Значит, и 59% ответили, любить страну, это значит защищать страну свою от нападок и обвинений. И, честно говоря, 21% сказали, что ответили на вопрос, что такое быть патриотным, это считать, что твоя страна лучше, чем другие страны. И представление наших людей о патриотизме меняется к лучшему. Вместе с тем, если говорить, что все сделано, и здесь мы сегодня в докладе и в скипающем поступительном условии говорим, что, конечно, есть много, над чем надо работать. Потому что, конечно, мы много сейчас говорим о патриотизме, тем не менее, зачастую простые граждане, элита, чиновники разного уровня не всегда хотят что-то конкретное сделать, но хотя бы проявить свой патриотизм на деле, но хотя бы лично участвовать в воспитании патриотизма у молодежи. Кстати, депутаты Государственной Думы, кроме законов человеческой деятельности, регулярно в учебных заведениях встречаются с молодежью по важным, актуальным, в том числе и вопросам патриотизма. Кстати, депутат Государственной Думы, помощником которого я являюсь, Владимир Ильич Речин, регулярно встречаются с молодежью, ему это интересно. И кроме работы заведующих кафедром, кафедры российского экономического университета Евгения Плеханова, которая выпускает отличных специалистов в экономике строительства, он регулярно знакомится с работой учебных заведений своего юго-западной, своей юго-западной префектуры города Москвы. И недавно, в сентябре, точнее 5 сентября, Владимир Ильич Речин провел в школе номер 2086 уроку мужества, посвященное строительство и начало Первой мировой войны. Мне показалось, что, ребята, вызвало хороший интерес. Также хотелось, на мой взгляд, остановиться на тех вопросах, которые нам надо более эффективно решать в вопросах воспитания патриотизма у молодежи. Наверное, все-таки нужен федеральный закон о патриотическом воспитании права. И, как сегодня здесь также коллеги говорили, не полностью разработана нормативно-правовая база для обеспечения деятельности не государственных патриотических и военно-патриотических объединений поискового движения. В метрах субъектов России, в Москве, мне кажется, это не относится, особенно тех регионов, которые являются дотационными, финансирование патриотического цифра является недостаточным. Также не везде развито материально-техническое обеспечение многих государственных, общественных, общественно-государственных организаций патриотического воспитания тоже нужно получше иметь. Поэтому мы эти недостатки, эти проблемы видим. И сегодня абсолютно приятно, что мы должны добиться того, чтобы наша система по патриотическому воспитанию молодежи была целостной, с прозрачными механизмами администрирования и финансирования. И так как здесь вот сегодня конкретно есть представители разных направлений, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи и граждан, я уверен, что совместными мужчинами мы эту систему будем развивать. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, мы находимся с вами, уже говорили об этом, в уникальном месте, которое действительно становится, ну может быть, таким духовным центром работы, координирующим центром по патриотическому воспитанию. Я с большим удовольствием хочу представить слово заместителю директора Центрального музея Великой Отечественной войны Михаилу Михайловичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 о героизме и мужестве наших предков, которые отстояли свободу и независимость в очень страшной и компролитной войне. И вот эта выставка в семейный форум, семейная реликвия, она как раз и рассказывает об истоках, о традициях, которые были в российских семьях, в русских семьях. И очень хорошо, что мы уже который год подряд проводим эту выставку, потому что мы здесь у себя давно ведем разговор о том, что надо вернуться к истокам, надо быть людьми, которые помнят свои корни, ибо люди, которые не помнят расклад своего, они превращаются в манкрутов. И пример отсутствия целенаправленной работы это, пожалуйста, Украина, что там сделали с молодежью за эти 20 с небольшим лет. Мы вложили 160 с лишним миллиардов в экономику, а там вложили 5 миллиардов, но в информацию, в работу с людьми и что получили. Поэтому работа с людьми это самое основное и самое важное. Почему, говоря о патриотизме, всегда выделяют на первое место военно-патриотическую работу воспитания, значит, чувства любви и готовности к защите Родины. Это есть самая высшая, как бы, ну, не то что цель патриотизма, а самый высокий патриот тот, кто готов отдать жизнь свою, свою Родину. Кто готов в любой момент выступить на ее защиту, на защиту ее национальных интересов. И очень хорошо, что в последнее время отношение и к патриотизму, и к названию патриот, и вообще в целом к армии, оно изменилось, да. И ты раньше помните, всегда употребляли в 90-е годы слово, что патриотизм это прибежище негодяев. То есть вырывая слово из контекста, и когда ты говорил о России, когда ты говорил о русских, значит, ты тогда был не в тренде. Но я должен вам отметить, что наш музей делает все для того, чтобы патриоты в нашей стороне, они остановились. У нас для этого здесь проводятся выставки. Мы делаем все для того, чтобы дружба народов, которая является скрепляющим цементом нашей государственности, она укреплялась. И вот сейчас, не сейчас, а 6 декабря мы будем проводить мероприятие «Пал победителей» уже девятый раз. На это мероприятие приедут ветераны из 17 республик, 15 союзных, плюс Абхазия и Южная Осетия. То есть, в принципе, даже Украина будет, и даже будет Грузия. То есть, в принципе, люди, ветераны, те, кто защищал нашу Родину, они еще помнят ту великую страну, Советский Союз. Но наша основная задача – это воспитать молодое поколение, подрастающее поколение патриотами своего отечества. Вы знаете, раньше, если бы мы там просыпались, ну я вот, мне 59-60-й год, под пионерскую зоню, делал зарядку, слышал песни такие патриотические. Но сейчас, когда пытаешься кому-то напеть песню, ну вот я вам сейчас скажу, напою бы так, без смеха, да, потому что вокально недавно у меня, может быть, не очень, скорее всего, не очень. Но вот мы проводили совсем недавно митинг-реквиум память о сожженных деревнях России, потому что военного Союза всегда был один символ сожженной деревни – это хатынь. А у нас таких хатыний десятки, если не сотни тысяч. Если взять, допустим, Брянскую область, там более 5000 деревень сожжено, Псковскую область, там еще больше. И, как ни странно, в Брянской области символом сожженной деревень является деревня Хатсунь. Хатынь-Хатсунь, да? А вот в Курской области, откуда я, там тоже есть сожженные деревни Белый Дуб. И поэтому я когда молодежи говорю, а вот песня есть такая – «Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте». Звучит совсем-то? Не могу сказать. Сейчас готовы мероприятия, связанные с подготовкой к 27-му числу «Колокост». И даже своим сотрудникам, я говорю, так обязательно надо ставить сценарий. «На фигу дели печени стихая, мой пепел ворошила качелька». Да? И тоже некоторые говорят, а что за песня, Михаил Михайлович? Я уже не говорю, когда принимают клятву, я говорю, нет в России и семьи такой, где не памятен был бы свой герой, и глаза молодых солдат. А раз, вот должны быть такие песни, если мы хотим воспитать патриотов, понимаете, вот сейчас что получается? На стране, да? Все перепевают старые советские песни. Все перепевают старые советские песни. Их никто, их все помнят, их никто не забыл. А что с этими современными песнями? Поэтому я думаю, что… А с Сталину можно по-всякому относиться, но когда перед ним стала задача мобилизовать наш народ на защиту Родины, он обратился к православию, он обратился к нашей национальной идеологии, к нашему национальному, он сказал, пусть вдохновляет вас образ, пусть вдохновляет вас образ ваших великих предков, да, перечисленных, в том числе Минина, Пожарского и многих других. Поэтому я думаю, что вот исторический музей, в частности наш музей, вот в плане воспитания, в плане формирования патриотизма, вот занимает одно из первых мест. И даже не важно, там проводятся, не проводятся конференции, какие-то другие мероприятия, но вот сейчас у нас есть соглашение с департаментом образования, приходят школьники к нам сюда, и когда он приходит в зал славы, находит свою фамилию, он подходит и говорит, а это кто? Это не мой предок. У нас там стоят тачклин, он говорит, иди посмотри, да. Вот там набирает описание подвига, приходит домой, спрашивает родителей, то есть заставляет мозги работать, понимаете, вот это вот уже подвигает. А когда общаешься с современной молодежью, то не то, что волосы дыбом встают, вот недавно проводили международную конференцию и приглашали своим университетом переводчиков. И когда в зале славы начал спрашивать про бюсты, про водлен победы, ну вы знаете, и сказать нам больше нечего. Вот аккард. Аккард. Поэтому я думаю, что вот то, чем мы занимаемся, чем занимаетесь вы, и то, что мы сегодня обсуждаем, это очень важно для нашей страны. И совсем недавно на славянском соборе выступал патриарх, он об этом говорил, и президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, об этом говорит, да. Но мы должны делать, и мы делаем, и мы делаем. Поэтому спасибо вам за то, что вы делаете, спасибо Игорю Леонидовичу, спасибо Вячеславу Владимировичу, что мы с ним давно взаимодействуем. Вот 3 декабря, здесь вот, кстати, отсутствует Игорь Леонидович Мельниченко, будут мероприятия на Кубах Героев. Поэтому надо воспитывать нашу молодежь, потому что страна наша, она большая, у нее много всего, да, но народа мало, и, понимаете, много на них, на нее, на эту землю желающих. Поэтому нашу землю должны защищать, а защищать ее могут только настоящие патриоты. Чтобы как бы не было, как помести временных лет, земля наша обильна, леса наша богата, да, порядка нет. Придите и владейте нами. Мы сами должны эту землю управлять, мы сами должны жить на этой земле, мы должны растить здесь патриотов, и чтобы в случае чего мы могли эту землю защитить. Я еще раз хочу сказать, вот меняется отношение в обществе, меняется в средствах, массовой информации, подачи материалов. Но нужно активнее построить работу, и центральный музей на этом участке, как я считаю, занимает одно из ведущих мест. Спасибо за внимание. Аплодисменты, как бы он не подошел? Нет, да? Нет. Тогда, дорогие друзья, снова представляется председателю Совета Межрегионального детского энергетического движения Юной Карбышевцы, доктору военных наук, генерал-майора Дьякова Юрия Александровича. Друзья, вы меня отпустите Потому что сейчас был там на семинаре У вас И мы готовим Вы тут поведу, давайте сюда Выступайте с основным докладом Владимир Ильич Да, да, да Спасибо огромное Здравствуйте, уважаемые товарищи Коллеги Очень приятно Что многие нашли Время Прийти на данную конференцию Которая посвящена Очень важному На мой взгляд Вопросу Это воспитание Патриотизма И гражданства в нашем обществе Ну Я не знаю, я буду говорить Своё мнение Как говорит писатель Координационного совета Говорит, нам бояться нечего Мы общественная организация И нас никто не уволит Но Послушав доклады Да, конечно Очень хорошо Все говорят Но я себя почувствовал Как знаете Лет 25-30 На отчётной партийной Какой-то конференции Ура, ура Всё у нас хорошо Всё у нас делается И мы вообще Самые лучшие И балет у нас Впереди Грометы А давайте посмотрим Всё же Что же у нас делается Вот не даром Здесь предыдущий докладчик Говорил Он вспомнил Украину Какие деньги Да Соединённые Штаты Очень много денег Поставили Эти деньги Пошли непосредственно На воспитание Молодёжи И мы увидим Что с этого Получилось У нас же Выделяются миллиарды На патриотическое состояние Но К сожалению До низов До школ А школа Это прежде всего Которые Занимаются Воспитанием Подрастающих Они почему-то Не доходят Да Мы организуем Эти Выставки Мы организуем Конференции Поезда Дружбы Где участвуем Мы с вами А не те люди Дети наши Которые должны Это всё Видите Слушать И я немножко Не согласен С предыдущими Выступающими Я не хочу Говорить Представители Минобороны У меня Сданные Друзья Немножко Закрытые Проведен опрос На призывных Пунктах В военкомате Сколько призывников И как они говорили О защите Нашей Родины И так далее Мне хотелось бы Тоже сказать Депутату Помощнику депутата Что опрос 17-летних юношей И девушек Который был Проведен Проведен Которые Они должны Ответить Что для них Является Самым главным Жизни 32,7% Ответили Дене Деловая карьера 20% Получить от жизни Побольше удовольствия 18,7% Это официальные данные Дорогие мои И только Извечьте ценности Собрались Как любовь 5,1% Действия ради Будущей России 4,4% Идеалы и веры 2,7% Это страшно А теперь То что я проводил Через своих волонтеров В 2013 В 2013 Году В городе Волгограде Я считаю Что Волгоградская Молодежь Ну будем говорить Там очень поставлено Патриотическое воспитание И Задавалось Два вопроса На улице И из 100 человек Ответили Первый вопрос Скажите Кто такие Карпыш Моресь Александр Матросов На этот вопрос Ответили 15,5% 15 человек Из 100 Назовите 5 героев Советского Союза И России Здесь вообще Все плачевно Очень было И мы о чем-то Говорим Поэтому Разрешите Мне Посвятить Своё вступление Теме Это Патриотизм Народа Необходимого Слова Изразления России Согласно Ой Я прошу Извинения Я еще два слова Скажу Просто О наших движения Межрегионально Отечественное Патриотическое Движение Юной Кармашевицы Это самое старое Движение В России Оно было Запейдинская Организация Она основана В 60-х Годах И насчитывает Более 20-ти тысяч Человек Оно Существует 29-ти субъектов Федерации Нашей страны В нем Участвовали 60 школ А в Царицкое Время Было 400 Школ Порядка Москвы Было Более 100 Школ Осталось В Москве 7 Школ Мы говорим Патриотическое Воспитание Не знаю Дальше Ну у нас Есть свое Знамя Своя Символика Свой Гимн Мы раз в два года Проводим Слеты Каждый год Проводим Фронтовые Землянки Вот то что Михаил Михайлович Говорил Спросите Нашего Любого Кармашица Даже Конкурса Фронтовых Песен На нем Споют Песни Понимаете Но У меня Сейчас Запланирован Для этого Движения 15 Год Он Для нас Создается Символически Для нашего Движения Первый Слёт Был В Москве Сейчас 25 Слёт 50 лет Назад Прошло Мои Обращения Минобор Науки Минобороны Губернатора Московской Области В депутатах Государственном Думаю Несколько Ноль Результатов Минобороны Уважаемый Председатель Минобор Мне ответило С третьего Раза Что готовы К взаимодействию А это 20 Тысяч Детей И Слёт Пройдет Слёта Просто Под угрозой Строй Я сейчас Перехожу К своему Уступлению Согласно Философскому Циклопатическому Славарю Понятие Патриотизм Происходит Отечественное Слово Вся Отечественная Хродня Отечественная Рьба К отечеству К отечеству Преянность Стремление Своими действиями Служить его интересы Элементы Патриотизма В виде Привязанности Своей земле И языку Традиция Формировались Уже Глубокой Древности И по-видимому Еще в древности Патриотизм Был Основан На родственном Кровном Росте Возникнут Настой Родственных Чувств Первоначально Патриотизм Представлялся Только На эмоциональном Уровне Однако Уже в 19 веке Появились И другие Подходы Так Например В 1822 Году Владимир Федосович Раевский Писал Что Патриотизм Святая любовь К отечеству Основана На обязанности По отношению К нему Иными словами Патриотизм Включает в себя Не только Эмоциональное Но и социальное Начало Это не только Любовь к отечеству Но и Осознание Необходимости Социальной Активности Во благо Его С другой С другой С другой С другой Основой Снородственных Чувств Патриотизм Не может быть Отделен От национализма Патриотизм И космополитизм Понятия Несовместимы Человек Лишон И чувство Родины Особого Отношения К ней Не может быть Назван Патриотом Мы все Это прекрасно Понимаем Как это Сейчас пытаются Утверждать Наши Либералы Либералы Которые Стремятся Сидеть На двух Стулях Поклоняются В настоящее время Перед глубокого Раскола Российского Общества И естественно Отсутствие Единой Государственной Идеологии Нет Единого Понимания Патриотизма При этом Большинство Определений Дается На чистом Эмоциональном Уровне Что принципиально Меняет Смысл Это явление Очевидно Привязанность К родной Земле Населенному Култу Соответствующей Природе Родственного Народу Языку Передается Генетически То есть Это скорее Биологическое Качество Человека Но ведь Человек Давно уже Существо Социальное И этого Нельзя Не учитывать Он воспитывается Стоит Формирует Свою Индивидуальную Систему Ценностей Иными словами Чувственный И эмоциональный Подход К определению Понятия Патриотизм И является Односторонним Системой И не Диалектической Нашим правительством Нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином Было Из-за Несколько Ну Правительственных Постановлений Президентом Указов Который Направлен На Повышение Роли Воспитания Подрастающего Воления Поколения И Воспитания Патриотизма У Российских Людей Но Очевидно Если правительство Желает Заботиться О Воспитании Краждан Оно Нужно Позаботиться И Об Инденсии Понимания Слова Патриот Чего у нас Нет Украинские Националисты Они тоже Все патриоты Националисты И тоже Полностью Соответствует Это Дюре Определению Патриотизма Поэтому У нас Нужно В нашем Уси Быть четко Дану Определение Что такое Патриот Это то О чем Здесь И говорил Василий Андреевич То есть Он должен Быть Какой-то Акт Законный Подзаконный И так Наверное Следует Разграничить Понятие Патриотизма На чувственном уровне И патриотизма Основанное На социально Значенных Интересах Всеобщества И государства С правовой Точки Зрения Патриотизм Отражает Право Народа Жить в Определенной Географической Среде В соответствии Со своими Исторически Сложительными Традициями И обычными И право Защищать Их Российская Государственность Прошла Наши Три Периода В своем Развитии Это Дохристианский Веденический Христианский И Социалистический И Наверное Целесообразно Надо Проанализировать И брать Все лучшее Соответствующие Интересы Отечественного Каждого Израя До Социалистические Времена Государство Воспитанию Патриотизма В народе Уделялось Огромное Внимание Давайте Вспомним Трудника Разбедина Татичина Тучевского И другие Памятки Истории Нельзя Без волнения Гордости За наших Предков Читать Написи На памятник Русско Боискослава Тогда Умели Натис Слова Побуждающие Русскую Душу Какие чувства Например Прозывает Надпись На чесменской Колонии Пушкин Русская Эскадра В составе 10 кораблей И 7 фрегатов 24 июня 1770 года Разбила И протела В Бексе Турецкую Эскадру Из 16 Линейных Кораблей Фрегатов Галер Бригантин И мелких Судов Было Более 100 Многие Из вас Были Мне приходилось Когда Я приходил Службу Командиру Он был В ООН Я занимался Вопросами Это самые тяжелые годы Были для Югославии Поездил там Как говорится Так что там Что интересно Вы знаете Что Югославия Особенно Черногория Сербия Это горная страна И едешь И там На любом Повороте Написано В 1941 году Поручик Дукач Здесь воевал Он задержался Своим взводом Стольфина И это Сплошь и ряд У наших героев Советского Союза До сих пор Несли Памятные знаки Я сейчас Был на Логичной конференции В Санкт-Петербурге И узнал Своему стыду Кто из вас знает Такой Зиновий Колобанов Таткист Старший Который В одном Бою Уничтожил В одном Бою Пошел Прошу Честь 22 Дал Коопротивника Его Представляли Звание Героя Его И весь Сибири Паш Остался Жить Герой Советского Союза Но Как Написано Градом Листе По Идеологическим Соображениям Звездой Герой Не Учили Сейчас Ведется Компания В Санкт-Петербурге И я Прошу Вас Отравед То есть Обращение К нашему Уважаемому Президенту Владимиру Владимировичу Путину О присвоении Ему Звание Героя России Посмертно Или Такой Фамилия Ваня Кузнецов Тоже Некоторые Слышат Ваня Кузнецов Это Мальчик Который В 16 Лет И 4 Месяца Стал Полным Кавалером Ордена Славы Ему Кроме Памятника Он похоронен Ну Не в России К сожалению В нашей братской Северной Беларуси В Борисове Подминском Только на памятнике Написано Кузнецов Иван Такой Помню Чисто А этот Мальчик Еще Кроме Трех Откнов Славы Всех Степеней Полный Кавалер Он Награжден Орденом Красной Звезды И двумя Медалями За отвагу За заслуги Это Что Не пример Для Поддержали Для наших Мальчишек Пример Еще Какой В советское Время Опыт Патриотического Светания Нашел Дальнейшее Прозвитие Вспомните Сколько дней Кинофильмов Театральных Пасанов И других Произведений Искурств Было посвящено Воспеванию Советского Человека Во трудовых И воинских Почет И русский Человек Не мог Не гордиться Своей родиной Ее успехами И достижений Он не мог Не считать Честью Ее защиту А что У нас Последние годы Наши средства Массовой Информации Делает Все Что Соберевает В нашем Ороде Отрицательное Отношение Художных Прозвений Советского Прошла Уверяя Что Это Пустая Вредная Пропаганда Не имеющая Ничего Общества Ральной Жизни При этом Они Считают Пропагандой Тем Бач Вредной Всю Ту Порнуху Чертовщину Насилие Секс Мордовой Которые Потоком Ильются Под 24 Часа В сутки На нашем Телевидении И мы Смотрим И молчим Да Сейчас Закон Хотел Я бы Сказать Что В Нью-Йорке В 2000 Году Произошел Показ 37 Советских Кинофильмов Ребен Сталинизма И Начало 60 Годов То Вся Тамошняя Кинокритика В Один Голос Азор Завели Это Какая-то Другая Цивилизация Американцы Оценили Нашу Цивилизацию Или В Русском Музее Была Выставка Под названием Агитация За счастье Именно В этом Была То есть Это Была Выставка Советское Изобразительное Искусство Без Культуры Эпохи Сталинизма Мне Хотелось Бы В заключении Привести Словам Нашего Писателя Историка Ключевского Он утверждал Что закономерность Исторических Явлений Обратно Пропорциональна Их духовности История Не учительница А надзирательница Она Ничего не учит А только Наказывает За незнание Уроков И с этим Нельзя Не согласиться И в заключение Мне бы Хотелось Привести Тоже Слова Джека Лондона Который Как-то Сказал Не так Страшен Убийца Самое большое Что может Сделать Это Убийца Не так Страшен Гор Самое большое Что может Сделать Это Украсть Не так Страшен Предатель Самое большое Что может Сделать Это Предатель Не так Страшен Бодлец Самое Большее Что может Сделать Это Сделать Подность Как Страшны Равнодушные Люди Именно С их Молчаливое Согласие Совершается В мире Убийство Воровство И Предатель Своих Подность И с ним Нельзя Не согласиться Как Не будем Равнодушны Дорогие Друзья В судьбе Нашего Отечества У нас еще Много Материалов Но К сожалению А на секции На секции Большое спасибо Спасибо вам Уважаемые друзья Мы возвращаемся Как бы В связи С плотностью Работы То что Сразу В одном Здании Едва Мероприятия И как бы С близкими Темами Мы возвращаемся К базовому Докладу И Я с удовольствием Представляю слово Начальнику Отдела ЦК Досав России Профессору Эксперту Доктору Философских Наук Академику Лабуреат Государственной Премии Полковнику Астап И Владимиру Ильичу Для Доклада Которого Говорит Уважаемые Участники Конференции Я так Я так понимаю Что Организаторы Уже Произформировали О том Что Тема Она Достаточно Широкая Это Проблем Патриотизма И патриотического Воспитания В России В целом Состояние Проблемы И системы Конечно Это Несколько Не совсем Может быть Привязано К практике Доклад Не достаточно Практикоориентированно Но дело в том Что Вот эти Процессы Которые Происходят В обществе В этом направлении Их Они нуждаются В осмыслении И в осознании Что же с нами Происходит Как эта сфера Выглядит В целом На научном уровне На идеологическом Уровне На На уровне Функционирования Создающих Структур То есть Так называемых Элементов Системы Вот Какие там Проблемы Основные То есть Все это Мы тоже Должны понимать Мы это Чувствуем На себе На своей Собственной Шкуре Выражается Вот Когда мы Предыдущий Выступающий Буквально Зашел Вот Конечно Он очень Хорошо Рассказит Прекрасно Все выступления И как раз Он говорил О тех Трудностях О тех проблемах С которыми Он постоянно Естественно Курсом Во имя детей Во имя нашего Будущего Вот Так как и вы Делают Благородное Очень нужное Дело А поддержки И Со стороны У вас Поддержавших И даже Тех Кому Это Собственно Кто за это Несет ответственность Практически Нет никакой А иногда Есть еще И препятствия И даже Недоверие Какое-то Недовольствие И так далее Вот Это Следствие Нашей всей Системы Это То Государство Это Те социальные Институты Соответствующие Которые Обеспечивают Функционирование Нашего Общества И Решение Проблем И мы Должны знать Что Как В общем-то В целом Ситуация Так вот Понятно Что Уже Я так понимаю Было сказано Что Патриотизм Это основа Всей нашей Жизни Это тот Стерпинг Из которого Мы не можем Общество Не может существовать Ни общество Ни личность Ни государство Вот Ни все Те основные Вопросы Которые пытаемся Решить В области В сфере Экономики Культуры Международной Жизни И так далее Везде Должен быть Патриотизм Везде Должен быть Любовь к Отечеству К нашему Народу И Смедование Национального Интереса Нашего народа Нашего государства Конечно же Это проявляется В очень Недостаточной Степени Мы еще Только Выходим На этот путь После Провальных Страшнейших 90-х годов Вот Тем более Наша Элита Еще Она К сожалению Еще Далека От Патриотизации От того Чтобы Действительно Быть Достойной Нашего государства Тем более Нашей Замечательной Истории Трудной И доматичной Но Вместе с тем Великой И Вот Современный Этап Развития России Очень сложный Сложность Нас Никогда Не покидает Хотя Были Определенные У нас Моменты Такого Некого Благотушия Это Когда Собственно У нас Конец Десятых Готов Еще Там Была Пара Несколько Лет Когда Как-то Было Более Спокойно Общество Сейчас Остановка Более Чем Тревожная И Степень Угроз Нашей Национальной Безопасности За последний Год Очень резко Разросла Фактически Мы уже Находимся В состоянии Войны И Американцы И Союзники Их Сателлиты Они будут Все Делать Для того Особенно Прибалтике Конфликт Реальный Конфликт Вооруженный С участием России Достаточно Такой Затяжной И Масштабный Он все-таки Состоялся Принимается Очень Большое усилие Поэтому Конечно Роль Патриотизма Она Резко Взрастает Особенно Войны Патриотизм Воспитания Современное Состояние Что Он Сво Представляет Если Сравнить Мы Сюда Должны Передвигать К сравнению Советских Многие Из вас Присутствующие Я так вижу Что Конечно По возрасту Вышли Системы Советского Советской Системы Воспитания Мы знаем Какая Она была Развитая Какая В общем Это Лучшая В мире И Особенно 70-80-е Годы Это Был Расцвет Этой Системы И Она Очень Много Делала Для того Чтобы Наше Подостояние Поколение Любило Нашу Родину Гордилась Ею И Стремилась Сделать Как можно Больше Прежде всего Родины Меньше Думая Себе Вот Ну Поэтому Конечно Она была Идеологизирована Это понятно Идеологизация Это Она конечно Мешала Было Определен Недостаток Естественно Это выражалось Какой-то Организованности Формализме Иногда И даже Бездуши В каком-то Некоторых Проявлениях Но В целом Система Все равно Была Очень Вот Настоящее Время Вот После Как Она Была Разрушена В начале 90-х Годов Вот Она Начала Восстанавливаться В конце 90-х В 2000-х Годах Идет Медленная Медленная Попытка Восстановить Эту Систему Особенно С разработки Программ Государственных Программ 2001-2005 Год Появилась Первая Программа Государственного Патриотического Воспитания Граждан Вот Эта Программа Она Дала Дала Как бы Легитимность Передала Патриотическому Воспитанию Это единственное Было Направление Воспитания В условиях Разрушения Института Воспитания В целом Единственное Направление Которое Как бы Было Имело Государственную Поддержку То есть На уровне Государства Эта деятельность Поддерживалась И позиционировалась Вот Остальные Все Направления Они Исчезли И просто Это было На каком-то Самодеятельном На уровне Инициатив И так далее И вот Тем не менее Естественно Что это Возлагали Конечно Большую надежду Большую надежду На возрождение Патриотизма В полной Мере Воспитания Но это Конечно Не произошло Потому что Эти программы Как определенный Инструмент И механизм В том числе Реализация Тех задач Которые стоят Перед Отечеством Перед Соответствующими Структурами Воспитания Он Частично Решал Те сложные Задачи Которые Перед Нами Стоят Программа Она Далеко Не решает Полностью Всех Тех Задач Которые Там Не Формулируются Тем более Вы знаете Концепция Патриотизма Граждан 2003 Год Она Была Разработана Там Она Достаточно Декларативна И Не показывает Направление Выхода Ситуации Ситуации Которые Мы Оказались В начале 2000 Годом Что Патриотизм Разрушены Осколки Какие Нужно Создавать Систему Новую Создавать Какую Новую Систему Создавать Что Там В этой Системе Нового Ценности Определенные Какие-то Формы И Методы Которые Уже Давно Были Разработаны И Начали Обновляться Это Далеко Не Все Самодельность Как Она Может Быть Ее Интенсивность Ее Масштабность Ее Технологии Которые Должны Охватить Большую Часть Молодежи По Возможности Всю Молодежь И Чтобы Действительно Молодежь Она Проникалась В этой Всей Работой Чтобы Она Вовлечена В эту Деятельность И Чтобы Действительно Она Патриотизировалась Чтобы Ее Сознание Чувства Действительно Соответствовали Требованиям Гражданина Личности Гражданина Патриота Отечества Вот Это Конечно Такой Деятельности Эта Программа Близко Не обеспечивает Хотя Сейчас Разрабатывается Четвертая Программа Вот И Тем не менее Это Механизм Хороший Но Далеко Недостаточно Вот Поэтому В нашей Сфере Патриотическое Воспитание Накопилось Очень Много Проблем Пожалуйста Раскройте Пожалуйста Файл Первый Вот Значит Вот Есть Такая Схема Собственно Мне некогда Разрабатывать В общем Я вам Показываю Материал Который Все Можете Получить В более Подробности Назнакомиться Вот На Странице Четвертой Здесь В целом Видите Что она собой Представляет Система Наша Кратко Проблем Проблем Ситуация И вот На Четвертой Странице Начинается Какие проблемы Сейчас В патриотическом Воспитании Вот Основные Проблем В патриотическом Воспитании Вот В информационной Сфере То есть Просто В целом Скажешь Что все Плохо Это Просто Не подтверждается То есть Это Не достаточно Конкретно А здесь Мы делаем Системный Анализ Что у нас Есть Что у нас Чего у нас Нет И какие проблемы Проблемные Полевые точки Вот На информационном Воле Да Об этом Уже Говорил Скоро Дорог Предыдущий Тоже Выступающий Потом Говорил Так Пожалуйста Дальше Следующее Вот Научной Сфере Научной Сфере Вы знаете У нас К примеру Почему нужна Наука Вот Сохоток Да Зачем У нас Практика Мы Не знаем Как Насущные Проблемы Решать А почему Наука Нужна А потому Что Сейчас Каждый Выходит И каждый Говорит Я под Патриотизм Понимаю Это Следующий Выходит А я Понимаю Вот Это И так Далее Единого Понимания Нет Патриотизма Особенно У деятелей Которые Там сверху Выходят И занимаются Этими вопросами И пытаются Кого-то еще Учить А они Сами Не могут Понять Что это Такое Это Огромная Проблема Должна быть Концепция Российского Патриотизма Единая Должна быть Четкое Определение Что это Такое Патриотизм И всем Должна быть Из этого Понимания Из единого И тогда Будет Патриотическое Вспитание Пониматься Всеми Одинаково В целом Так и Должно быть Иначе Системы Никакой Не будет Вот И Ее Все Содержание Направлено Как это Был Следский Период Все Должно быть Унифицирован Достаточно Тогда Не будут Разные Этот клуб Занимается Этим Этот Центр Другим И так Далее И так Далее И они Не могут Понять Другого Когда они Встречаются На какой-то На слете А мы Вот этим Занимаемся А как Этим Может Которые Не относятся Вот Теперь Боровая Сфера Боровая Сфера Нам страшно Нужна Нам нужен Закон Подопитательского Воспитания Нам нужны Различные Положения Для Поисковой Деятельности Для Движения Постов Номер Один Для клубов Военно-подопитательских И так далее И других Ассоциаций Которые Вообще Без всякой Опоры На Закон И Нормы Закона Которые Помогали бы Способствовали бы Тому Чтобы Наши структуры Помогали Особенно На региональном уровне На федеральном уровне Тоже практически Ничего То есть Эта вся работа Такого Как Ну Вот Кто-то захотел Какой-то клуб Создать Ну и создавая А она На нас не касается Это святое дело Нужно быть поддержанным Все должны быть Условия Способствовать Сразу Какие-то льготы Сразу Какие-то Референции Все должно Сразу Автоматически Срабатывать Вот Сейчас Это Конечно Близко Это Правая Сфера Она Очень Много Может Дать Только Она Потому что Другие механизмы Отсутны Вот Следующее Программно-революционная Деятельность Здесь просто Показывается У нас Программа У нас Вся Россия Развивается Программно-целевыми Методами Программа Это Государственная Вы знаете Потом В каждом Ведомстве Есть программа Подартического Воспитания В каждом Субъекте Российской Федерации Фактически Есть Потом На основе Программы Судовится Координационные Советы В центре Подартического Воспитания И вот Функционируют Вот эти все наши Клубы Объединения Различные И так далее Проводятся Крупные Морприятия С участием Вот это Дается Недостаточности Этой Дельской Вот смотрите Как она Выглядит Вот У нас Очень слабо Вот эта Вся работа Несмотря на Наличие Программ Координационных Советов Эта работа Все равно Слабо Проводится Она малоэффективна В большинстве Порядка 10-12 В России Там например Городская Губерния Нижегородская Область Допустим Пример Там допустим Новосибирская И другие Вот Есть очень сильные Регионы Их порядка 10-12 Брянская И так далее Вот Тульская Но В многих регионах Вообще Эта работа Очень слабая И почти Никакой работы Там нет Это большинство Особенно Дотационная Да Вот координация Делите Вот следующая позиция Очень важная Вот по координации Вот чтобы Координировать Всю эту деятельность Наших всех структур Которые занимаются Патриотиком Здесь практически Ничего не делается И причем В советское время Это было очень мощно Вы помните Там был Союз Идутых десантников Ну сейчас Есть такое Есть десант Слава Богу Они сохранились А вот Были летчики Были моряки Там и так далее Это были Боисковое объединение Было единое На всех сторонах И другие Пограничники Все они были объединены Все эти ассоциации И работали Вот по профилю Вот с тех пор Как разрушилось И все дальше Дальше мы отходим От этого единства От этих вот Объединяющих Общих ассоциаций Ассоциации Большие Которые Профильно Объединяют Все соответствующие Клубы Направления Этой деятельности Нет этого Кроме того Если бы они даже были Их надо между собой Объединять Единый кулак Общий совет Который мы координировали Ничего этого нет Более того У нас эти регионы трудятся Ведомства работают Ведомства У них настолько Ведомственный подход Минобороны Где-то одно Обороны Другой Доса Это третий Даже Доса Допустим Славо связан с Минобороном До сих пор Мы не можем Министр Трудиться И заниматься Нашими Общими задачами Все ищем Общий подход Особенно Наследие Сердюкова Ну тут есть Убительные факторы Очень страшные препятства И в принципе Они везде у нас Во всей нашей жизни Поэтому сказать Что у нас Какая-то координация Имеется Вообще На горизонтальной По вертикали У нас этого Фактически нет И ничего Фактически не делается Пока вот Для того чтобы Это произошло Как это восстановить А без этого Какая может быть система Что такое система Это наличие Вот этих всех субъектов Которые занимаются Патриотизмом И взаимодействие Обязательно Второй элемент системы Между ними Они должны искать И обязательно Между ними Должны Приводящие ремни И тогда Вот эта система Вся работа А эти Разрозненные точки Это все это бесполезно Это островки Которые гаснут Своих и вот и так далее Сами по себе Они не связаны Это отсутствие Всякой системы Вот у нас Вот такая Так называемая система Вот у нас Представители Там и Росфинцент Оттверждают И других Что у нас все есть Да вот она есть Но она в таком Полуразобранном виде Что ее трудно Звать и сделать Вот материально Есть и обеспечим Мы тоже знаем Как слава Как у нас Что у нас имеет Низовые звенья На местах Что там есть Для того чтобы проводить Патриотическую работу Наши клубы Конечно где-то и есть Вот иногда Очень здорово помогают Многое делается самими Сами собирают Энтузиасты Но это же далеко не везде Ведь это должно Повсеместно В каждом районе В каждом В общем-то В населенном пункте Все должно быть Вот А к сожалению Это очень все сложно Особенно Вот новой техники Каких-то технологий И здесь средства требуются Финансовые В том числе Финансовое обеспечение У нас вот написано Видите Да Вот дальше Немножко поднимите Пожалуйста Вот Оно недостаточно Просто мизерное У нас на материалитическое воспитание Ну что Даже по программе Там получается Несколько Там я не знаю Восемь копей На гражданина Но это просто Вообще просто не серьезно Ну и на региональном уровне Где-то помогают Где-то Губернаторы все-таки Выделяют Средства Такой с Свердловского Первое место занимает По финансированию Это детское воспитание Белгородское Очень многое делает Но таких регионов Очень-очень мало Вот Канты-Мансийск Вот сейчас Вот я собираюсь Планирую выиск В третий раз Вот значит И Учебно-материалитики Значит Да Все Значит Да Координарии Еще Квалификации Повышение квалификации Кадров Вот надо же Чтобы Специалисты Вот вы специалисты Я не знаю У всех есть у вас удостоверение Это может быть Нормальная сторона Но тем не менее Это имеет большое значение Когда вы имеете дело С кем-то С какими-то высокими Начальниками Со структурами Что вот у вас есть удостоверение Вы закончили курсы Повышение квалификации Где написано По специальности Организатор Патриотического Спитания Когда это есть Это уже Понимаете Вы уже подготовлены Уже кадровый Специалист Вот Не получить такие Удостоверения Чтобы пройти Полноценные курсы Конечно Это тоже большая проблема Потому что Вот кто проводит эти курсы Опять же Какие-нибудь историки Проводит Психологи Иногда социологи Которые Не владеют Проблемой Этой детской спины Не понимают Этой специфики Даже Они могут Исследования проводить Другие истории Заниматься А надо Современные Формы И методы Давать Помимо теории Теория Конечно А потом Как мы будем работать Как вот эти методы Формы работы Технологии Какие разрабатывают Какой опыт Обмен Вот эти дискуссии И совместное решение Каких-то сложных вопросов Финансов В том числе И вот этих Технических Моментов Это далеко Не на всех курсах Это все можно сделать Поэтому у нас Очень большая проблема Вот у нас На уровне На уровне Министерства Так Ниноборнауки Разрабатывается В настоящее время Стратегия Вот стратегия Вот тут Недавно дали информацию Стратегия Чтобы вы знали Развитие Воспитания В Российских Федерациях У нас вот нет Потому что Концепции Технического воспитания Нет А в целом Стратегии воспитания И концепции Нет вообще Вот она Разрабатывается Уже Много-много лет После развала СССР Вот Концепция Вот сейчас Назвали стратегии До 2025 года И вот Значит Эти деятели Которые там Ученые Для терапии наук Даже академики Там Российское Академическое Образование Есть Вот что Они разрабатывают Вот В частности У них там Есть такой раздел Это Качественный пример Это просто Базовый документ Который они планируют Для того Чтобы поднять В целом Систему Воспитания Тобочные патриотики Вот смотрите Эти деятели Как они пишут У них там Есть такой раздел Раздел Называется Да Так 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 Воспитание Как приобщение К культуре Достоинства Вот такой раздел Есть И вот в этом разделе Они пишут Так Человек Культуры Достоинства Это самодостаточная Личность Полагающаяся Только на себя На свой внутренний выбор А не на ожидания Окружающих Воля такого человека Не подвергается Искажениям В зависимости От других И их намерений Она Целостная Независимая Независимая Вот они Такие вещи Такие вещи Вот Такие опусы Вот эти деятели Закладывают В эту Стратегию Воспитания Это Вы понимаете Что это классический Индивитоцентризм Это Центризм То есть Личность должна Ориентироваться На себя На свое Я Последняя Буква Ухранитель И Это Формируется Городиня Как самый страшный Грех Православие И так далее Вот такие Вот наши Ученые Которые Будут Разрабатывать Документы Мы знаем Еще вспоминаем Закон образования Который лишил Вообще Эту сферу И это Ведомство Вообще Всяк воспитания Вы знаете Как там Декларируется Воспитание И все Прорешено Сводится К образовательным Услугам Эти образовательные Услуги Наслаждаются Даже Местерство Обороны К сожалению Господин Серпляков Он этим Занимался И Наследие Деятеля От него Избавится Очень сложно Образовательные Услуги Особенно В деловом Уиспечении Других И даже Воспитание Ликвидировано В названии Тоже Это Общая тенденция То есть Есть Некая Стратегия В России Как вы Понимаете Которая Которая Осуществляется Во всех Сферах Вот Например Называлось Главное управление Судебная работа А сейчас Называется Главное управление По работе Слышим составом Слово воспитание Убрать Почему Убрать Вот И так То есть Это Слово Это тоже Имеет Колоссальное Значительное Две минуты Две минуты Две минуты Значит Теперь Система ценностей Конечно У нас должна быть Система ценностей Она здесь Дальше Дается Внизу Значит Побыстрее Там Пожалуйста Можно Там Просто я говорю Что у нас Проблемы Есть конструктивные вещи Мы обобщили Допустим Существом Со своими Специалистами Вот У нас Разработан Вот система Ценностей Видите Да Вы посмотрите Вот они Чертно даются Вот Какие именно Ценности Патриотическому Воспитанию Есть Да Так Дальше Немножечко Еще Ну вот Они тут Анализируются Хорошо Следующий Пайл Я сейчас Просто Покажу Кратко Что еще Есть Потому что Вы все Это можете Себе взять Вот Чтобы Как-то Руководство Потому что Вы же выступаете И В том числе С таким Может быть Иногда Термина Теория И пишите Какие-то Разработки Это Желательно Отталкивать Так Вот Президенту Мы подготовили Следующую Ну Отдоса В России В частности Что Необходимо Сделать Для того Чтобы Система Матальтического Смитания У нас Была Более Гораздо Более Эффективно Вот Здесь Есть Конкретное Предложение Пожалуйста Пропускайте В Места Вот Конкретное Предложение Что Еще Еще Ну Здесь Немножко Я Вот Закон О Патриотизме Обязательно Разработать Нужен Зато За тех Людей Которые Хая Пытаются Отцветнуть Ценность Что-то С ней Какие-то Негативы Их Надо Сажать Просто В тюрьму За эти Вещи Это Страшное Преступление Против Ворота И так Да То есть Заставить Все 58 Статьев Давайте Ведем Что Вы Чушь Несете Ну Хорошо Так Теперь Задача Органа власти Органа власти Вот эти функции Тоже должны быть Прописаны В этом законе Минобороны И так далее Взаимодействие Между ними Ну и так далее В общем закон Очень много Может дать Он определяет Они Несут ответственность За это И Вплоть до Контроля И так далее В общем закон Значит Теперь Есть еще Другие механизмы Взаимодействии Особенно Структуры И так далее В общем И в завершении Сам последний файл Пожалуйста Откройте Как сам последний Просто я еще Вам предлагаю Литературу Соответствующую Вот Для того Чтобы Давайте В этом файле Там Литература Называется Вот здесь Есть Открывать Не надо Ничего Вот здесь Исследования Значит Книги О патриотизме Книги О воспитании Патриотизма Отечества Как раз О семье Семья Патриотизма И опыт Беларуси Ну по крайней Где-то 5-6 книг И еще Словарь Словарь Всех терминов И так далее Вот эту литературу Можете использовать Для того Чтобы Для того Что в своей работе Для того Чтобы Методики Писать И так далее Методики Методики Здесь тоже Имеются Методики И Разработки Практики Обобщения За решение Я хочу Руководителям Нашего Преприятия Замечательного Такого Обсажения Народного Очень много Вот Тоже Кручить Несколько Книг Книга По военно-патриотическому Спитанию Она подготовлена Называется Военно-патриотическое Спитание И подготовка Молодежи К военной службе Теория И современность И практика Все здесь В общем-то Основной Сложено С обобщением Опыта Это важнейшее направление Благодарю за внимание Спасибо Дорогие друзья Вспоминаю свой опыт Вот преподавания Я преподавал В военном университете Военно-патриотической Академии Вот Знаете Там практики Воспитательные работы Готовились Они зачастую Иногда Такие реплики Были Из аудитории Ну что Мы же практики Что вы нам Все теорию Теорию Но Я приводил Слова Маркса Известного И любимого Многими Экономистами Который говорил Так Нет ничего Более практичного Чем хорошая Теория Я считаю Что такой анализ Который сделал Владимир Ильич Который Нам показал Он нам Очень важен Потому что Мы можем И будем Обмениваться Опытом Практической Работы Но если Нет хорошей Теоретической Концепции То Знаете Наши усилия Вот так Веером Иду И у нас Не хватает Ни координации Ни базы Ни взаимодействия Ни научной Проработки Я считаю Очень серьезный Материал И у меня есть Такое предложение Давайте В нашу Резолюцию Добавим Некую Констатирующую Часть И Где Основные Моменты Применительно Исходя Из нашего Разговора Мы обозначим На основании Теоретического Доклада Обозначим Что делается Хорошее И какие Проблемы Существуют А потом Перейдем К предложениям Согласны? И второй Организационный Вопрос Есть предложение Понятно Что сегодня Будет много Всяких Вещей Высказано Полезных Для резолюции Мы создадим Такую Рабочую Группу По доработке Резолюции Куда Попросим Войти Обоих Докладчиков Наших Основных Вот Попросить Вячеслав Владимирович Василия Андреевича Ваша Похорная Слуга И Кто еще Желает Подсединиться К этой Рабочей Группе Пять Человек За основу Рабочей Группы И кто Хочет Войти Пожалуйста К этой Группе Снять Принимается Такое Решение По доработке Вот такая Рабочая Потом Доведем И Ну есть Идея Если Найдем Мы потом Опубликуем Тезисы Нашей конференции На сайте По крайней мере Резолюцию Разместим И Московский Дом Общественной Организации И Рок Прим И Наших Сайтов Царского Клуба Я С удовольствием Хочу Представить Слово Человек Который Неуемно И серьезно Занимается И Скажем так Помоложе Чем Некоторые Здесь Присутствующие Президент Региональной Общественной Организации Патриот Зотова Степан Андреевич Ну и У нас Вот Подъедет Инна Юрьевна Святенко Мы надеемся Депутат Уважаемые друзья Благодарю за Доставленную Возможность Выступить Сначала Ответь Историю Была Фраза Про то Что В Лагогане Опрос И Только 15% Могут Назвать Героев Советского Совета Я не первый Слышал такие слова За годы Работал Много раз Хочу сказать Что есть И другой Пример Прекрасная Проблема Есть Давайте Посмотрим На хороших Сторон Я специально Однажды Услышал Такой Упрек Нашим Молодым Ребятам Вернулся В свой Военный Клуб Собрал Ребят Чек 10 И сказал Ребят Давай Три минуты Ручки Бумажки Напишите Трех Героев В России Которых Вы знаете Пошел Три минуты Там были Ребята Которые Занимаются Три Года И те Которые Тов Пиши Буквально Там Месяц И что Вы думаете Назвали 18 Разных Героев То есть Каждый Патри Написал Негр Сопотали Конечно Но глобально 18 Разных Героев Начиная От Александра Невского Заканчивая Товарищем Сталином Гагарином И Космонавтом Налионовым То есть Есть Разные Ребята И просто Почерпаю Там были Те Кто Давно Занимается Ну Я И Сказал А Были Те Недавно То есть Надежда Есть И Огромный Подъем Патриотизм Связан К сожалению У нас Сейчас Скорее Деятельностью Общественников И энтузиастов Чем С Ценоправленной Государственной Политикой Я Занимаюсь Созданием В 8 лет Почти 9 И Честно Пожару На сердце Доклады Подобные Сегодняшним Я слышу 9 лет Каждый раз Но Все Будет Хорошо Мы Видим Безспорно Что Хотел Предложить Уважаемые Товарищи Честные Конференции Я Представляю проект Наша армия И движение Новый рубеж Мезорегиональный Мы разработали Идеологию Скажем Идеологию Стоятель С которой И можно Вести Патриотическое Воспитание Потому что Как можно Воспитывать Человека Чем-то И учить Если мы Не понимаем Куда Мы вообще Идем Как народ Как нация Как часть Человечества К чему Все И Вот Какие Идеологии Положили Можно Нашему Опыту Его Принимать Можно Критиковать Но Любое воспитание В России На мой взгляд Является Военно-патриотическим Потому что Россия Это воинская держава В Швейцарии Можно гордиться Сырами Часами Банками Чем угодно В Англии Там пивом Элем Ради бога Много выборов Демократия В Америке Ради бога Но Россия Строится На подвиге Героев Огромная наша территория Где сейчас добываются Нефть Газ и алмаз Было добыто На острие Клинка И штыка За идею Большого причем Когда там не было Эти природных ресурсов Извините меня 17 века 18 и даже раньше То есть Страна созданная Подвигом Созданная Людьми Которые готовы Были жертвовать собой За други свои Как мы говорим Соответственно Ивангельскими заповедями Это наша уникальная черта И на этом стоит Россия Если мы этого Не воспитываем Не учим Значит мы учим Чему-то такому Что не является Россией Чему-то чужому Поэтому Это первая основа Что в России Любое воспитание Не является военно-пататическим Дальше Необходимо четко сказать Когда мы людей Чему-то учим Что мы находимся В состоянии Духовной войны Об этом много раз говорили Очень коротко Чего стратегизуют То есть Информационный поток Которые стали глобальными Типа всю миру Уходят Чему они учат Вы сами прекрасно понимаете Они прощают человека В потребителя Общество потребителей Мертво Человек поднялся Стал целью природы Глядя тому Что он умел созидать А отказываться От дуэтренировских потребностей Ради высокой цели Быть Ради коллектива Ради общества И вот Те потоки информации Реклама Фильмы Западные Их культура Умирающая культура Это все Атака Наши традиционные ценности На то Что делает нас русскими То что связывает нас С вечерней историей И это война Она ведется Осознанно Нашими противниками Из-за океана Так и враг изнутри Это просто Наш собственное желание Наш собственное Животное слабость Потому что Человека часть Имеет И животные природы Но дух Побеждает В это время Этой войны Очень важно Поэтие Правда Нам как русским Свойственно искать правду Каково что-то Последовательство Настоящее И на этом Играет наш противник Думаю Все понимают Что даже два человека Которые видели Одно и то же событие Своими глазами По разному Распредимают Никакой в истории Объективной правды нет Мы никогда не заискиваем Сколько точно людей Погибло Время Старинской прессии Какой ценой Была куплена победа Точно не узнаем Любой документ Это только отражение Это не то Что было на самом деле И поэтому Пытаясь Копаться В этом грязном Биле истории Мы помогаем только нашим врагам Есть хорошая Поговорка русская Белье на публике не стирают Сор из-за дбы Не выносить Поэтому В основной глобальной Информационной войне Россию мы должны видеть Монолит Одна история Одна родина Одна слава Российская империя Московская Киевская Русь Пожалуйста И Советская Союзская Россия Это части одного Большого пути Всегда слава Мы всегда гордимся Между собой На своей кухне В закрытом кулак Мы можем создать проблемы Да вы знаете товарищи Были там издержки Давайте как с ним разобраться Мы внутри семьи решаем Проблемы, правильно? Проблемы семьи Как будто в нее вносится На телевидении Тем более на международное время Какое-то покаяние За наше там Якова преступление Большое человечество Никогда Четкая позиция Правда Это только то Что делает нас сильнее Любой человек Который говорит Что наша работа Чем-то плоха Ущербна И ее вот так публично Критикует Бросая в лицо Это враг Каждого из нас Наших детей Нашего будущего Вот это понимание Правды Необходимо ребят Распитать Они очень легко понимают Они тоже умеют Задать вопросы Они попрыски Интересуются И когда я говорю Ребят А вы нещите детали Вы считаете главное Это ваша родина И сильная сторона Которая До того повода Гордиться Учиться хорошо Развиваться А остальное От лукавого Как у наших любимых Когда мы делаем семью Мы же учимся Достаточно принимать А не в пять И только не говорим Это второе Третье Необходимо понять Что в основе нашей истории Подвиг героев Что такое подвиг На секундочку Это таинство Представьте себе На секунду Александр Матросов Человек Который закрыл Своим телом пулемет Обеспечив успех Своего взвода Других Там 20-30 человек Спас их жизнь Представьте себе Каждый На его месте Он принял решение Что именно он Не Вася Не Петя Не тот другой Он отдаст свою жизнь Чтобы остальные выжили Как это объяснить Почему именно он Какая сила Для этих 300 человек На себя такую Принял ответственность И стал по сути дела Отцом Всем Кого он спас Вторым отцом Объяснить это рационально Невозможно А от подвигов Подобных Субтитры 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 Я думаю Можно я скажу Несколько Подбодрее История делается Героями История не делается Торгажами Не делается Промышленниками Не делается Чиновниками Надо делается Людьми Которые готовы Были Пойтись за Которые пожертвования Делать что-то новое И вот это надо Понять Что если хочешь Чтобы тебе запомнить Что ты остался В будущем В память своих подонков Сделай что-то Выдающееся Думай не только О себе О себе тоже Ты часть всего Этого большого Но помнишь Это реально Таинство Это что-то же Невозможно И писать просто В категории Математики Экономика И в денег Далее Народ без цели Никуда не идет Народ без цели Не имеет Никакой ценности Для человечества Если мы просто Пытаемся быть Еще одним народом Как среди всех Потребляйте Мещие американцы Догоним Америку По молоку Мясо И всем остальным Это что цель что ли Быть еще одним потребителем Будем жрать Еще больше завтра Ура Товарищи Сегодня мы сидим Больше чем вчера Отличная тема Вообще неплохо Сходим вновь в доли Извини за выражение Да Такая-то у меня Скорее поддерживает Это не цель Народ Который является Ценностями всего человечества Реально Никуда не идет Это просто Еще одна цель Я в ряду Которая кушать Из общего халюта Россия Такой никогда не была Нам по праву Перворостного Предлежит Очень много Великих целей Но одна из них Всем не знаю Понятно Это космос Освоение Галактики Новые планеты Песни В которых говорится Что на пыльных Дробинках Далеких планет Останутся наши следы И 50 лет За 50 лет Колоссальные технологии Поднимаются У всех гаджеты Айфона Телефончики Такого размера А что с космосом Это задача Которая могла бы Спасти все человечество Дать новое решение Новую территорию Чтобы проблем Которые населения Ресурсы Еды Чего угодно И вот если мы Возьмем себе Такую задачу Россия и космос Это не синоним Россия спасение человечества Россия это Ценность для всего мира Вот тогда Каждая поступок Будет не зря Будет чему стремиться Будет куда направиться Подвиг То есть Океан остался И космос Основное Вы более-менее следовали Мальчик должен мечтать Я бы не мечтал Быть космонавтом И сейчас это реально Легко сделать И вот здесь есть Мечта Куда ехать Вот ты Может быть не будешь Богат Ты не будешь Хорошо обеспечен Но ты сделаешь Что-то такое Чтобы запомнить Все человечество Сейчас сфера только одна Это космос Я бы это надо помнить Ставить цель И финал Завершаю Про русский национализм Думаю Вы уже поняли Что до всей эпохи Истории России Национализм Русский Был интернациональный Как это ни парадоксально Ни одна другая страна Не вобрала в себя Столько других народов Которые не умрили А размножились И свою культуру Получили Письменность Был осознан в Тюргизии Время Советского Союза Представляете Один народ Злописьменность для другого Просто так Вот из такого Братского чувства Поэтому русский национализм Он не может смыкаться До одного народа Русский национализм Он имперский И вообще человеческий И та держава Которая стоила Россия Российская империя Это Советский Союз По факту являлся Империей добра Более того Империей человечества То есть Примером для всех Абсолютно Некомедикальной ценностью То же самое Светлое будущее Для всех А не только для русских Вот тогда у народа Есть цель Это великий народ Любой народ Который ставит себе цель Просто потребляет Лучше других Он уже мертв Это не национализм И считают Что вера в русскую нацию Русский народ Это вера в то Что за нами будущее Что мы спасители земли За нами космос И построение империи человечества Благодарю за внимание Браво Молодец Эмоциональное выступление Спасибо Степан Андреевич И я с удовольствием Хочу представить слово Депутату Московской Государственной Думы Московской Городской Думы Руководителю Председателя Комиссии по безопасности Свететка Ильи Юрьевне Добрый день Уважаемые Дорогие участники Научно-практической конференции Я думаю Что с этой трибуны Никого не надо уговаривать Заниматься Патриотическим воспитанием Здесь собрались Именно те люди Которые этим и занимаются И заинтересованы в том Чтобы военно-патриотическое воспитание Вопросы духовности Развивались Среди молодежи Почему мы говорим о молодежи? Потому что Это как раз Тот период И тот возраст Когда можно заложить Все те ценности О которых Сегодня здесь Уже было много сказок Поэтому мне не хотелось бы В своем выступлении Скатиться до вопросов Углубить Расширить И хотелось говорить О конкретных делах И Московская Городская Дума Вот тема сегодня Обозначена О законодательной базе С точки зрения Военно-патриотического воспитания У меня возникает вопрос А нужен ли нам такой закон? Вот вы знаете У меня большие сомнения В том, что он нужен Законы писать Это не сложно Действительно Сформулировать С юридической точки зрения Ту или иную проблематику А вопрос только В исполнении Давайте с вами поговорим О конкретных делах Да Действительно Существует в городе Москве Программа Патриотического воспитания Но у нас получилось как У семьянник Дитя без глаз Образование Занимается Управление Теперь уже В департаменте культуры Семейной молодежной политики Занимается Но вы понимаете Что Все По чуть-чуть Занимаются Общественные организации Вот считаю Что играют Одну из самых Больших Ролей Вот в этой Сложной системе Потому что Советы ветеранов Которые приходят в школу И создают музей Выполняют Наверное Огромную роль Именно в воспитании Ребят Потому что Каждый музей Это частица Памяти Частица нашей истории И Интересно Ребятам Там или нет Но они приходят В эти музеи И в процессе работы С ними Им становится Интересно И это как раз Зависит от тех Кто работает В той или иной школе Именно с конкретными Ребятами Мы в этом году Вместе с департаментом образования Приняли решение О том Что создаем Мы с первого сентября Уже создали В Москве Семьдесят кадетских классов Семьдесят Потому что Привязались к этой цифре Именно Потому что В этом году Мы празднуем Семидесятилетие победы И мы Очень хотим Чтобы ребята С кадетских классов Которые начали обучение С первого сентября Могли Девятого мая Участвовать в параде И мы таким образом Сделаем Преемственность поколений Для нас Очень важно Именно работа С Ну может быть Это пилотный проект Может быть Мы будем развивать Систему кадетских классов Именно в общеобразовательных школах Но для нас Очень важно Чтобы все ребята Вот С первого сентября Уже получили Специалиста-воспитателя Который С ними бы Очень много Работал С точки зрения Духовных ценностей С точки зрения Именно Патриотического воспитания Чтобы К 9 мая Они уже Поняли Почему выбрали именно их Почему именно они пойдут На Красной площади И почему Именно эти ребята Несут вот на себе Время ответственности За свое поколение И я уверена Что все те программы Которые предлагают Общественные организации Конечно Их нужно сделать Городскими программами Для того чтобы Вот как-то Систематизировать Ту работу Которая Ведется Общественность Очень важную Работу ведет Комитет Общественных связей Но Как мы видим Тоже Несколько Разрозненно Поэтому Вот Предлагаю Чтобы не задерживать Ваше внимание Знаю что сегодня Еще и по секциям Будут работать Что для меня важно Чтобы Все предложения Которые предлагает НКО Другие И общественные Организации Которые работают На территории города Чтобы мы могли Систематизировать Для того чтобы Работа была Системной Мы видим Что в связи С теми событиями Которых Может быть Россия и не играет Основную роль Но так произошло Что Сейчас Серьезные проблемы У наших близких Соседей И у меня фамилия Свиденко Поэтому я тоже Очень переживаю За то что происходит В Украине Очень подняло Вот роль Патриотического Воспитания И мы Не должны Упустить Эту волну Когда молодежь Сейчас Преисполнена Патриотизмом Когда сейчас Многие Носят Символику России Гордятся тем Что они Россияне И на этой волне Мы должны Создать Такую программу Патриотического Воспитания Чтобы вот этот Вот накал Не дай бог Не стал ниже А чтобы Мы шли Только вперед Для того Чтобы Наша молодежь Была достойным Приемником Тех поколений Которые победили В войне И тех поколений Которые Создали Такую великую страну Я Все предложения Готова Выслушать Готова В комиссии По безопасности Московской Городской думы Продолжить эту работу Ну и маленькая ремарка Что нам С общественной Организацией Кремль Удалось Все-таки Сделать Улицу Кремлевских Курсантов Вместо Проектируемого Проезда И я уверена Что на юго-востоке Города Мы Создадим Тоже Определенный Очаг Патриотического Воспитания Вот на базе Этой улицы Где сделаем 9 мая И реконструкцию Сделаем И глупоустройство Так чтобы Ребята туда Приходили И знали Кто такие Кремлевцы И я очень благодарю Общественную Организацию Кремль За то Что она Методично Долго Но в то же время Вот добилась Успеха В том Что еще одна Улица Стала не Проектированным Проездом А достойных Кремлевских Курсантов Среди которых Огромное количество Героев Спасибо Спасибо вам За внимание Спасибо Дорогие друзья Вот Я думаю Мы не можем Одному человеку Который Приехал Из города Смоленска И готовил Специальное выступление И вывел Нашу конференцию На Вран Уже Межрегиональный Своим присутствием Это Корнеева Елена Михайловна Координатор Международного Военно-исторического Проекта Дорогами Катюши Поэтому Да Ну Гостям Как бы Не можем Не дать слово Согласна Да Спасибо Спасибо Большое Ну тогда Все-таки Без фильма Блад Давайте сразу Первый слайд Мы тут уже Репетировали Я тоже Тогда два слова Скажу Как гражданинка Когда я узнала Что 30% Наших детей Не знают вообще Что такое Великая Отечественная война Уже не знают Мне конечно Стало страшно Приграничная зона Смоленщина Вот И я стала думать Надо сделать Ряд таких мероприятий Которые Не просто Одно какое-то Объединяющее Вот именно Системное И Вышло На этот проект Который называется Дорогами Катюши Следующий Можно Дальше Ладно Значит Этот проект Уже был представлен В рамках Союзного государства Который проходил 11-12 Здесь у нас В Москве Почему они Заинтересовались Потому что Мы рассказываем О Катюше Как о грозном орудии О женщинах Катюше Которые шли По дорогам войны И которые в тылу Здесь у нас На оккупированных территориях Жили Трудились Восстанавливали Эти города И конечно же О песне Катюше Потому что Это нашего поэта Песенника Земляка Михаила Ивановича Из Заковского Итак Первый зал Катюше Мы будем очень быстро Пойдем дальше Вот буквально Очень быстро будем Вот такой маршрут Сегодня вам Все в календарике Я раздавала Вы видели От первой Дальше идем Орша Первый зал был Вы знаете Произведен На территории Теперь уже Белорусской республики Второй зал Был произведен Этого орудия На смоленской территории В городе Рудни А Рудни еще является И Рудина Знаменосца Победы Михаила Алексеевич Егорова Совершенно верно Дальше мы идем Это вот выступление Это Орша Белорусы кстати Тоже заинтересовались По этому маршруту Еще можем дальше Пока еще Проект может быть гибким Сейчас объясню дальше Почему Так Город Смоленск Город Щит Город Ключ Западные ворота России Так называют Смоленск Мы затемли эти названия И конечно мы Смоляне Хотим чтобы он стал Действительно Духовным щитом Наш Смоленск И ключом к сердцам Молодежи И воротами Только мирных дорог Потому что Смоленщина Два года и три месяца Была в оккупации Но люди как-то жили И совершали все равно Ежедневные свои подвиги И почему Нам еще здесь важно Мы в этом году Будем Как бы Окунать Детей В ту историю Потому что Ну понимаете Мы их занячили Мы их сами Вселили в мир компьютера И теперь Не знаем Какой формы работы С ними найти Да конечно Им непросто Дальше пойдем Пожалуйста Соловые переправы Берекли Вы знаете Гордомовский район Где проходили Страшные события Ежегодно Здесь проходит Фестиваль Патриотические акции Вы видите Дополняется Перезахоронение Стоит знак И крестный ход Садик Идрят Стукой Депра Кстати Днепр Река связывает Три братских Республики Россию Белоруссию Украину А исток Идрят у нас Свечи о памяти Очень трогательное мероприятие Когда все В гости А их Несколько тысяч На маленьких флотиках Пускают под Днепро Эти свечи Дальше пожалуйста Вязьма Два города Воинской славы На территории Смоленск Города герои Да Смоленск И два города Воинской славы Ельня И город Вязьма Дальше пожалуйста Очень сложные Страшные события Проходили Всегда все Скоробят От того что Говорят вязьме Но мы решили Немножко иначе подойти Потому что Сколько поэтов Писали О этом городе О этих военных Событиях Дальше пожалуйста Ну понятно Что Александр Трифонович Твардовский Тоже наш земляк Хутор Заворья И мы здесь говорим Можно на следующий слайд Еще дальше пожалуйста Медленно Слово Слово Варимой войны Тоже было Таким оружием Как и Катюша Да Потому что Солдаты Писали Жди меня Я вернусь Переписывали стихи Константина Симонова Читали Василия Теркина И конечно же Пели Катюшу Ну сама история Катюши С 1938 года Если вы знаете Михаил Вась Вот вы видите Песня Которая Всем знакома Название этих письм Мы туманами Растуманы Враги сожгли Родную хату Прикли того Весу И конечно же Нашем земляк Мы не можем гордиться Борисом Львовичем Васильевым Который наш Смоленин И его знаменитые Произведения Офицеры Можно следующий Пожалуйста Слайд Я сейчас Почему Вот такая Настойчивая Памя Сейчас все Прекрасно Поймется Значит Родина Издакутского Понятно На нашей территории Музей Катюша Целый зал Посвящен Этой песне Здесь можно Уздравить Международные Фестивали И сегодня Как раз же Говорили О тематике Военной Творчества Поэтов И писателей Дальше Пожалуйста И там же Место Вот сейчас Будет Где Произошел Последний бой Батареи Флёрова Где взорвался Это все В одном районе То есть здесь Очень замечательно Связано Но Я Стала изучать Эту тему Дальше Что оказалось Что у нас На территории Вообще Россия 67 Этих Катюш А В Москве Подмосковье Их 12 Установок Может быть Я ошиблась В том числе На территории Этого музея Где мы Сейчас Находимся Понимаете Если На базе Этого всего Можно создать Очень много Интересных Для детей Семь мероприятий Это авто И велопробеги От Катюши До Катюши Все Различные Форумы Но Про СМИ Мы сегодня Разговаривали с вами У нас есть Предложение Проекта Военный корреспондент Рубрики такой То есть Ребенок дома Он как бы Пишет летопись Своей семьи Кто лучше Да Пресс какой-то Должен быть значительный Он должен куда-то поехать Но Ребята это умеют Они Любят так же Это делать У нас Вот прошел Областной конкурс Любителей Разговаривающего Жанра В образе Василия Теркина Для чего мы это делаем То есть Наша задача Если вы к нам приезжаете В каждом Муниципальном Образовании Есть свой Василий Теркин Вот в Сычевском районе Это у нас Василиса Теркина Где-то Сын полка Который Тоже встречает Они рассказывают О быте То есть От себя Как бы Мы детей Покружаем Это не просто Нодный музей Так уже неинтересно Не может быть Если это Гузия квартира Твардовского Которая есть у нас Значит там должен жить Сын полка Который рассказывает Опять же О быте Своим ровеснику Как ему было трудно Почему он именно Эту одежду Девал в таком Детей надо Окунать в это Во все Потому что То что мы с ними Говорим Даже Вот уроки мужества Я столько наблюдала Да Почтенный ветеран Все замечательно Слушает Но они уже Не слышат их Вот если бы Внук этого ветерана Говорил О своем детстве Которые рядом находятся Своим ровесником Одинушка бы сидел Да И подагивал И внук бы запоминал И те бы дети думали А чем я хуже Чем я хуже Понимаете То есть Ну что делать Вот приходится Говорить о таком Интерактивной форме Как бы об игре Но мы сами Еще раз повторяю Их посадили Компьютером И виртуальный мир Их толкнули Спасибо большое Так что прием Дорогие друзья Я не мог Не взять слова Потому что У вас всех Есть возможность Сегодня Побывать В перерыве Когда у нас будет С вами перерыв Кофебрейк На выставке Семейных реликвий Да И в рамках В рамках Нашего форума Как бы вот сегодня Завершается Таким серьезным Мероприятием Как научно-практическая Конференция Мы сегодня Закрываем выставку Благодарим Ее участников И я хотел бы вам Коротко Показать О том Как этот проект Развивается И не потому что В качестве самоотчета Сегодня все Присутствующие В этом зале Безусловно Увидят Как им Можно включиться И как нам Можно сотрудничать Итак Проект Семейная реликвия Ну вот Эти Замечательные слова Нашего президента Они говорят о том Что у нас Есть только Одна платформа Известные слова Я не буду цитировать Пожалуйста Дальше Наш проект Для всех поколений Вот посмотрите Здесь на Поклонной горе Сделана фотография Очень удачная Все поколения Вот даже Иван Маркович Который здесь У нас присутствует Здесь Орискотворяет Поколение Кузников Концлагерей И до Внуков Дальше Известные Вероприятия Даже не останавливаюсь У нас Весь год Идут встречи Беседы Уроки мужества В школах Которые проводят Волонтеры Участники Общественного движения И члены Оно Очень интересно Благодаря поддержке Музея Второй год В РИА Новости Ну или Вот сейчас называется МИА Россия Сегодня Проходит пресс-конференция И распространяется информация А история Не получил Подойдите Буклет Где фактически Все семейные комплексы Которые выставлены А это более 30 семейных комплексов Там описаны Мы очень благодарны Тем Кто Поучаствовал Он принес Свои семейные Реликвии На эту выставку Вот Эта выставка Открывается Замечательным Значит Семейным комплексом Беренса Кирилл Константинович Беренс И он говорит Реликвии Они не должны Лежать в семье Они должны Говорить Они должны Кричать Они должны Доносить За каждой Реликвии Это Трудовой Или боевой Подвиг Наших предков Дальше пожалуйста Выставки Передаются Многие Реликвии Ветераны Передают Фонд музеев В прошлом году 15 таких реликвий Было передано Часть реликвий Будет передано В этом году В этом году Благодаря поддержке Комитета общественных связей Комитета по рекламе Мы Запустили Социальную рекламу Нашего проекта У нас По городу Размещено Более 10 Плакатов Вот Таких Может быть Видели их В центре города У нас Идут ролики По телевидению Кстати Мало нам дали Хотелось бы больше Потому что Оказывается Вся социальная реклама По ТВЦ Это 3 минуты В сутки Я думаю Что можно Выставить В сутки Вот нам Один раз Только этот ролик В сутки Дают возможность Показать 15 секунд Мне кажется Что можно Попросить Чтобы Дали побольше Времени Для социальной рекламы Не только Нашей А в принципе Ну и Светодиодные экраны Тоже Их Показаны 10 светодиодных экранов На нашем проекте Награждение участников Сегодня мы Вчера Вручали Участникам Конкурс Сегодня будем Вручать Вместе с музеем Награду Участникам Выставки Вот Встречи с Сыновичным деятелем Ну в прошлом году У нас накануне Олимпиады Была Лидия Скоблик Шестикрасная Олимпийская Чемпионка Лебзяк Чемпион мира По боксу Александр Вот Привалов Ну и другие люди Исторические баллы Концерты В программе Этого конкурса В программе Этого форума Ну и вообще Мы этот проект Рассматриваем Как проект Интегративный Куда все могут Включиться Потому что Любой военно-патриотический Клуб Занимается Изучением Родословной Вот И работает И мы готовы Сотрудничать И помогать Кстати Методическое пособие По нашему опыту Где изложено Планирование Кончаясь с содержанием Тоже Кто хотел Мог получить Такое пособие Издание Ну и в принципе В принципе Мы Пытаемся Начать работу По выходу За рубежи Вот И В пятнадцатом году Мы планируем Такой проект Условное название Пока Белая волна Мы хотим Мы хотим Организовать Выставки Потомков Русских Людей Которые В силу Известных Вам исторических Причин Оказались В Париже Берлине Белграде Харбине А в шестнадцатом году Выставку Семейных Реликвий Всех Россиян Которые Семейных Числят Помнят Тщательных Предков Организовать В Москве Начали работу Над таким Проектом Вместе с Фондом Анатолия Лисицына Сенатора И губернатора В прошлом Ярославской Области Сделали Сейчас Со следующего Прочения Проект Само начале Так А все Я заканчиваю И В общем-то Всех Призываю Включиться В общественное Движение Которое Вы создали У вас На буклетик Который Вы получили Там есть Цель Задача Этого Движения Со всеми Готовы сотрудничать И хотим Чтобы движение Ширилось Ну и Завершение Хочу сказать Что вы знаете Вот люди Которые сидят В этом зале То есть вы Рождаете Такие Замечательные Идеи Которых Даже Иногда Трудно Помыслить Вот В 10-м году Вместе с Энтузиастом Возрождение Донской породы Лошадей Членом Нашего Церского Клуба Павла Левича Мощенко Мы разговаривали Как поддержать Породу И возродить Эту уникальную Донскую породу Лошадей Родился проект Конный Поход Москва-Париж Никто не верил Все смеялись Он состоялся И 23 Казака Через всю Европу Прошли Почти 3000 километров И фонтенбло Под Парижем Состоялось Грандиозное Представление И Париж В очередной раз 200 лет спустя И сейчас идет Подготовка К Конному походу Москва-Берлин Причем впервые Опять На энтузиазме Этого замечательного Павла Левича Казачьи Казачьи Кадетский корпус Прошел у него Месячную стажировку И лучшие кадеты В этом походе Будут участвовать И у них идет соревнование Сейчас Что 4-5 человек Пойдут в этом походе До Берлина Так что Вот казалось бы Инициатива Рожденная Вот так вот После таких встреч Пробивается На государственный уровень Поддерживается Поэтому давайте Двигаться вместе Давайте работать Чтобы Нам В этой стране Жилось Сильно Мощно И хорошо Спасибо Осталось два выступающих По 5 минут Есть продолжение И будет Атаков и Брейк Перерыв будет А затем Секция Я беру Здесь нет Возражений Нет Виктор Швец Формировал Достойного гражданина И затем Родиона Раиса Иванова О поэзии и культуре Пожалуйста Виктор Добрый день Уважаемые Дамы и господа Данное выступление Посвящено Очень важной теме Формирование Человека Высокого качества Что плохо Плохо Например Что в России От курения И алкоголизма Ежегодно Умирают Сотни тысяч Человек Это намного Больше Чем за всю Афганскую И две Чеченских Компании Вместе Взятых Плохо Когда Многие Продают Государственные Секреты За деньги По статистике Порядка 60% У нас Благодаря Чему В свое Время Российская Империя Стала Великой Благодаря Тому Что были Люди Высокого Качества Примеров Огромное Множество И я Предполагаю Что присутствующие Знают их Намного Больше Один Один Достойных Примеров Генерал Котляревский Которого Еще Назвали Вторым Сувором В 1804 Году Во время Русско-Персидской Войны Отряд Под его Командованием В 490 Человек Творил Чудеса Сдерживал Персидское Войско Численностью 20 тысяч Человек Представьте Себе При этом Отряд Захватил Две Крепости А когда Во время Перехода От одной Крепости К другой На пути Оказался Ров Солдаты Сами Прыгали В этот Ров Чтобы Отряд С пушками Могли Пройти По их Телам Почему Они Это Делали Не потому Что Им платили Деньги Или Они Регулярно Ходили В спортзал Или Им Сказали Будьте Патриотами Потому Что Их Так Воспитывали С детства Сам Умираем Но Товарища Выручать Или Как клятве Убеждений Высочайшей Этики Красивых Манер Веры Преданности Ответственности Отношения К Богу Императору Государству Другу Семье К долгу И многое Это такое И всегда Честь Преданность Патриотизм Умение Держать Слово Ценились На порядок Выше Чем Все остальное Что есть В этом мире В чем Суть Какие Механизмы Здесь Заложены Человек Родился Глаза Открыл Что Видит То есть Пифа Видит Сильных Родителей Видит Честных Родителей Видит Справедливость И он Становится Таким же Он это Впитывает Или наоборот Видит Бесчестность Безответственность Вседозволенность Таковы Его Первичные Программы Этого Человека Задача Которую Мы Должны Решать И система Образования И общество В целом Человек Должен Получать Никакую Придется Информацию А изначально Сильную Позитивную Информацию Полезную Для построения Его Судьбы Он Должен Учиться С детства Тому Что Человек Может И должен Быть Самодостаточным Сильным Позитивным Счастливым Человеком Что Он должен Человеком Чести Он должен Быть Достойным Своих Предков А не Позорить С одной Стороны Получать Информацию Что Правильно Что Достойно А с другой Стороны Объяснять Почему Быть Плохо Трусом Обманщиком Предателем Вором И каким Это ведет Последствия И то и Другое Показывать На самых Ярких Примерах России А также Всемирной Истории Что Мы Предлагаем Кто Такой Патриот Здесь Уже Много Звучало Определение Патриота Это Не тот Кто Просто Говорит Да Здравствует Россия Это Человек Способный Ее Защищать И Эффективно Защищать Способный Трудиться Во благо Родины Это Человек Который Знает И Уважает Закон Сам Является Примером Для Других Переживает За Свою Страну Отстаивать Ее Интересы Знает И Защищает Духовно Нравственные Принципы Вот Это Патриот А Пьяный С Бутылкой Возможно Выкрикивающий Правильные Слова Это Не Патриот Далеко Не Патриот Это Стыд Нашего Государства Для Того Чтобы Такого Человека Сформировать Чтобы Человек Был Высокого Качества Нужно Делать То Что Делали В лучшие Времена Истории Нужно Просто Посмотреть В Историю А История Говорит О том Что Люди Изначально Воспитывались С Детства Им Это Прививалось С С Молотом Матери И В Идеали Чтоб В нашей Учебной Программе Был Предмет По Решению Именно Этой Задачи Формирование Достойной Личности Гражданина И Патриота Не Каждый Станет Физиком Математиком Биологом Глубокое Знание Этих Дисциплин Не Каждому Прикодится В жизни А Знать Зачем Ты Живешь Почему Нужно Честно Достигать Успеха Как Строить Достойные Взаимоотношения С друзьями И В личной Жизни Быть Высоко Эффективным Быть Сдержанным Быть Надежным И Преданным Это Нужно Каждому Человеку Это Нужно Стране Человека Необходимо Обучать Для Для Этого Нужны Программы И Учебники У Нас Есть Вся Необходимая Информация Для Реализации Данного Проекта Но Нам Нужна Поддержка Нужен Государственный Заказ Востребованность Если Будет Поддержка То Мы Знаем Как Это Реализовать Создать Соответствующие Программы И Учебники На Основе Единого Нравственного Стандарта Людей Которые Данный Проект Могут Реализовать Не Так Уж Много Чаще Всего Данные Вопросы Вообще Не Сдают Как Важные При Том Что Практически Все Проблемы Общества Создаются Недостойными Людми Преступниками Коррекционерами И Так Далее А Все Лучшее Создается Достойными Людми Людьми Которые Желают Своей Державе Благо Которые Переживают За Нее Для Этого Мы Готовы Быть Посредниками В решении Этой Задачи Подготовка Обучающих Программ Для Средних И Старших Классов Среднего Образования О том Что Эти Задачи Жизненно Необходимы Для Страны Говорят Первые Лица Государства Говорит Президент России Премьер Руководители Многие Други Но Добраться К ним Практически Невозможно Мы Готовили Множество Предложений Все они тонут На уровне Секретариата И Администрации Или Отправляются На экспертизу С тем Структурам Которые Мы Предлагаем Изменить Поэтому Мы Обращаемся Ко всем Кто Заинтересован Чтобы Росло Качество Людей В нашей Стране Чтобы Дух Государства Рос По Минимуму Если Заинтересованность Поддержать Проект На данном Уровне Еще Лучше Если Его Можно Поднять На уровень Государства Я Присутствующее Кромно Заинтересованное Чтобы Через Несколько Лет Отношение К гражданам России Было Не хам Грубиян И вор А как Сто лет Назад Пример Аристократизма И доблести Благодарю 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 Аплодисменты Продолжение следует... 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 Провели три, я считаю, великих марша. Марш на стык трех границ, где была делегация украинская, делегация белорусская и делегация нашей России. Но в составе нашей делегации были люди из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, даже, по-моему, Прибалты были, да, Павел Литович? С Прибалтики. Это был наш состав, наша делегация. И на многих автобусах мы туда ездили, чтобы объединиться, чтобы детям показать. Везде, во всех городах нас встречали дети. Дети, мы же сами все из детства. И всегда вспоминаю вот свое. Когда были школьниками, приходили ветераны Отечественной войны. Так, наверное, мы поэтому и выросли такими, что хотели быть похожими на них. Время ушло? Благодарю вас, когда будет, наверное. Спасибо, друзья. Огромное спасибо за ваше терпение. Сейчас я объявлю, какие секции, по какой аудитории. Затем в 25 минут кофе в рейк и уже по аудиториям пойдем на 1 час в секции. И затем в 15 часа возвращаемся сюда опять в большой зал. Значит, здесь в большом зале остается секция, кто пожелает. Это взаимодействие НКО, органов государственной и муниципальной склонной безопасности власти и бизнеса по патриотическому воспитанию молодежи. Поскольку завалялся, Тучков Сергей Владимирович. И Гурцкая лаборатора военно-патриотического воспитания на основе единого нравственного стандарта. Национальной идеи. Тоже большой зал. Здесь буду я, Задонин Касси Андреевич и Михаила Светлана Александровна. Дальше. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.